А как же Пентагон может повлиять на русскую православную церковь? Почему? Христиан называют овцы Христовы. Овца, она узнает голос пастуха. Поэтому, называя овцами, это не то, что мы, христиане, быдло, стадо, баранов. Но вот смотрите, вы также позиционируете себя как православные child free. Почему так произошло и как, опять же, к этому относится православная община? Бойтесь тех, кто убивает душу. Если какая-нибудь я же мать своего, зато не аборта, воспитала уголовником, то лучше бы она сделала аборт. Конечно. С точки зрения христианской догматики. Стиль какой принят в околоцерковной среде, как одевается православная. Просто такой практичный, свободный. Хоть накрашусь, хоть не накрашусь. Особо не косметика мне особенно не поможет выиграть. Я могу там обниматься и целоваться, там, извините, и с людьми, и с иконами. Сейчас меньше стало раньше, так и висели объявления в храмах. Внимание, в нашем храме не действует заповедь, не укради. Добрый день, дорогие зрители. С вами Любовь Головченко и передача «Другой ракурс». Сегодня у нас в гостях необычная пара. Это Колян Платков и Лена Магадан. Колян и Лена являются блогерами. Они называют себя самой неправильной православной семьей. И сегодня мы узнаем, почему же они так себя называют. Николай и Лена, приветствую вас. Привет. Здравствуйте. О, сейчас мы расскажем, как мы из просфоры бесов изгоняли. Тут меня угостила возле храма матушка просфорой. А что за матушка? Что за матушка? Ты её знаешь? Нет, не знаю. Только что возле храма её встретила. А что это за ерунда такая какая-то тут красная? Откуда взялась? Что-то вообще красное в ней светится-то. Странно. Да, ведь и свежая была, как ни странно, и всё хорошо. Откуда? Фигурка. Это бес в просфоре. Откуда он мог взяться в хорошей просфоре и вдруг бес? Что за бред? Да, но надо перекрестить хотя бы. Да, забегал, забегал. Вероятно, действительно бес. Господи, Иисус Христиан, вот он даже убегает. Живы в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного дворица. Речет Господи, и заступник мой Иси, и прибежище мое. Всё, 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 вот уже нет его. Для всех православных христиан напоминаем, что бесы лучше всего изгоняются крестным знамением и девяностым псалмом. А сверхъестественные явления можно изобразить самыми разными способами. Например, беса мы изобразили с помощью лазерной указки. Первый вопрос, который интересует, наверное, многих Ваших зрителей, в том числе и меня. Расскажите же, как Вы пришли к православию, что Вас к этому сподвигло? Воспитывались ли Вы в православной семье, или это был Ваш осознанный выбор? Расскажите, пожалуйста. Выбор был осознанный, потому что, к сожалению, мы оба воспитывались абсолютно в неверующих семьях. У меня родители вообще были воинствующие атеисты и были категорически против религии, особенно христианства. А как же так вышло, что Вы обратили внимание на православие? Обратила внимание, я бы сказала, что все это обращение внимания моего происходило именно через чудеса фактически. Потому что, может быть, для постороннего взгляда это могут быть обычные какие-то ситуации, но на самом деле это чудеса самые натуральные. Ну, можете конкретно рассказать, в чем именно проявлялись для Вас чудеса? Чудеса именно, что в 9 лет, когда, вот это как раз тот период, когда к моему отцу приходил друг, такой дядя Володя. Интересный очень молодой человек, очень добрый, именно характер какой-то у него необычный. Он очень умел еще ладить с детьми, в частности, и со мной вообще язык нашел довольно быстро. Он был верующим? В общем-то, да, оказалось, что был верующий, по крайней мере, на тот момент. И хотя, в принципе, он и выпивал, я ему все равно очень сильно доверяла и ни разу об этом не пожалела. И однажды, вот прямо вот даже вечером зашел ко мне в детскую, и там как-то вот мы разговаривали, и он мне рассказал много всяких интересных вещей. О том, что, оказывается, есть не только, да, вот просто там земля, там люди, звери и тому подобное, а еще, оказывается, есть еще духовный мир. Есть ангелы, есть бесы, есть бог, есть сатана, добро, зло. Я даже, воспользовавшись этим, успела несколько вопросов задать ему, и как раз вместе с ним просто размышлять, поговорить. И вот, причем как-то вот этот разговор сам по себе, казалось бы, просто разговор. Казалось бы, что особенного? Но уже сам разговор для меня уже был очень необычным опытом. И вот уже вот эти первые семена он уже посеял. И потом вроде как оказалось, что когда папа про это узнал, а я как-то очень, ну, маленькие дети вообще всегда наивные, и я была такой же. Я как-то вот взяла и открылась папе, что вот, да, вот был такой разговор. И оказалось, что вот этот дядя Володя в данный момент сделал выбор между мной и папой. Да, он угодил мне, но оказалось, что оттолкнул папу. И папа некоторое время с ним даже не общался. Потом, в общем, оказалось, что и перед расставанием его очень обругал. И потом вроде как они пытались как-то возобновить дружбу, и все равно он его обругал. И потом этот дядя Володя как-то от меня закрывался, и как-то даже там и юродствовал, и, может быть, там, прикидывался, ну, как в таком контексте я не я и корова не моя, короче, вот как-то так. Открещивался от меня? Ну, как бы, да, открещивался вообще от меня и от всех разговоров, какие только бывают, и как-то вот. А я уже, ну, понимаете, у меня уже отношение было к нему совсем другое, чем до этого разговора. Если раньше как-то я не очень-то на него обращала внимание, а после этого разговора я его действительно именно, ну, любила просто как благодетеля своего просто. С этого момента вы начали интересоваться православием? Уже интерес уже был, но как-то все время как-то очень такой подавляемый. Родители. Да, и даже, казалось бы, вот когда мы ходили с отцом еще тоже в гости к семье Ивановых, я у них нашла вообще какую-то абсолютно неправильную книжку, и когда я ее читала, ну, конечно, там в основном много всякого было написано именно бреда. Это я потом разобрала, что бред, но все равно даже вот эта книжка для меня, это была, можно сказать, тоже как косвенная такая реклама христианства, хотя и косвенная, но ее достаточно было для следующего шага. И все равно потом как-то года три я у отца просила, что папа, ну, разреши мне добраться до церкви и покреститься, и я буду по уши счастлива, и, ну, ты понимаешь. И, короче, вот спустя три года, 12 лет, я уже как раз, вот когда папа такой спрашивает как-то вдруг неожиданно, а что тебе подарить на 8 марта? Я говорю, пап, самый лучший будет подарок для меня, если ты меня отведешь в церковь и покрестишь меня. И вот тогда вроде он как бы начал уже как-то, ну, как-то поддаваться, смягчаться, да. И вот этот подарок к 8 марту, он состоялся, запоздало, хотя и не сильно, на 13 марта. И все-таки к этому моменту он как-то вот удалось нам вместе похлопотать и записаться. Правда, с нас все-таки некоторую денежку взяли, но покрестили нас. И вас или папа тоже крестился с вами? Ну, меня лично, да. То есть именно что нас принял отец Сергий и вот Борицкий и покрестил. А вот как вам до того, как вы покрестились и, в принципе, заинтересовались православием, в семье рассказывали о том, что есть вот духовная жизнь, или вам вообще ничего не говорили, говорили только исключительно о материальной составляющей этого мира? Только о материальной составляющей. И причем родители, в том числе и в частности и сам папа, с которым я больше разговаривала, он всегда пытался мне объяснить, ну, вот примерно вот как вот у нас вот ученые, которых мы слушаем, они стараются там опровергать там плоскую землю, та-та-та, всякую такую дребедень. К такой же дребеденье мой папа относил религию и существование бога как такового, и пытался меня убедить в том, что никакого бога нет, ни иного мира нет, ни души тоже нет, ничего нет. Как вот впоследствии, после того, как вы крестились, к этому отнесся и папа, и мама, и вот сейчас, как они относятся к вашему, Ну, они, получается, что сначала вроде, да, вот это как бы пропустили, даже первое причастие пропустили, но рассчитывали, что я вот это попробую и все, и на этом остановлюсь. Блин, ну ведь мне же это все, зараза, понравилось, ну, я говорю, мам, пап, ну, простите ради Христа, ну, понравилось мне это все, ну, что делать? Причем тут же моя сестра говорит, вот, а ты знаешь что? А я вообще уже давно сатанистка, и там это активно этим всем занималась. Родная сестра? Да. Да вы что? И мне даже начала навязывать свой сатанизм, а я говорю, мам, пап, ну, видите, оказалось, что вполне справедливо, что и я уткнулась в христианство, тем более, ведь это как бы я компенсирую, я оплачиваю, вот Настя, она меня молитвами сатанинскими фигачит, ну, ладно, как бы вы не будете за меня заступаться, я все понимаю, ну, дайте мне возможность хотя бы где-то свои силы восстанавливать. Чтобы мне легче было это все терпеть. Ну, то есть у вас такой в семье теперь баланс есть, и сатанист, и провозглавный. Ну, как бы вроде да, вроде да, но мои родители считали, что никакой баланс не нужен, что моя сестра, раз она здоровая, счастливая и все там подобное, самостоятельная, но она сатанистка, значит, сатанизм это верно, а раз я такая-сякая больная вся, выбрала христианство, значит, это явно неверно. То есть как-то наоборот, в принципе, да, все получилось? Вопрос не потому, что вы заболели, вы же заболели и потом стали православной? Я родилась и выросла уже больной, поэтому какая разница, какую веру бы я приняла? Это не сказалось бы на качестве самой религии. На религию это никак не влияет, кто ее примет. Да, и можете рассказать нашим зрителям, о каком диагнозе идет речь? Мой основной диагноз это олигофрения в стадии амбицинности, очень тяжелое и сложное заболевание. К сожалению, вот в современной медицине еще далеко до того, чтобы научиться подобные заболевания контролировать и подавно еще и лечить. Но мне кажется, вы себя... Это мне сами врачи говорят, это вот я к ним пристаю, говорю, вы мне хоть какую-то поддержку. Они говорят, ой, у нас какие-то препараты все примитивные, да еще при энцефалопатии смешанного генеза, даже то, что у нас есть, а мы не можем это дать, потому что просто не принимает организм. Видишь? Вижу, да. То есть реально даже пробовали давать, а организм не принимает, и все, и реагирует абсолютно неадекватно. Совсем не так, как у всех. Ну, мне кажется, вы достаточно хорошо себя держите в форме и контролируете этот процесс, потому что... Это вы знаете, это я вам хочу сказать... С вами интересно беседовать. ...свами интересно сказать спасибо мужу и Москве и церкви. Вот эти три составляющих компонента, ну и в московской медицине тоже, конечно, что вот эти четыре, четыре опоры, на которых я могу еще хоть как-то держаться, и при этом, чтобы у меня очень быстро не прогрессировала моя болезнь. Потому что, к сожалению, она имеет свойство прогрессировать. То есть как спинальная амиотрофия вот у некоторых тоже может прогрессировать, а это, оказывается, тоже может, потому что олигофрения, это и то требуется поддерживающая терапия, а если еще смешанная энцефалопатия, то это, как бы, болезнь вообще довольно опасная. Ну, я вам желаю, чтобы ваша болезнь не прогрессировала, чтобы она шла максимально в ремиссию, да. Вы очень интересная личность, и никогда бы в жизни я не подумала, что действительно у вас есть такое заболевание. Ну, вот давайте теперь мы спросим у Николая. Николай, расскажите же вы, как вы пришли к православию. У меня как раз путь был немножко другой, то есть семья тоже атеистическая, и я изначально технар, компьютерщик, радиоэлектронщик, и где-то в институте уже я заинтересовался психологией, потому что это было модно. А психология, она имеет такое свойство, что она подводит человека к каким-нибудь идеям эзотерическим, к магическим, к оккультным. Ну, и я походил по всем примерно религиозным организациям, нестандартным, типа сект, которые называют, которые были в 90-х, 2000-х годах. Ну, это в основном прочитал книжку руководителя, сходил, походил, интересно, послушал, и до свидания. Ну, потому что особо там углубляться как-то не было интереса. Примерно, вот, походил туда, и случайно на одной публичной лекции такого, даже не помню, как его зовут, но он последователь Рериха, он рассказал просто про православие, что это очень серьезно, очень интересно. Я до этого вообще не рассматривал православие, потому что считал, что православие – это просто мракобесие, как бы на уровне того, что говорят учебники истории. Ну, и я в храм захаживал, просто спрашивал священников, по каким учебникам вы учились в семинаре. Мне, конечно, пытались предлагать всякие разные серии советы батюшки, что делать. Я говорю, не надо мне вот такого совета батюшки, мне надо, почему батюшки учатся, потому что мне хочется не какое-то рафинированное православие знать, а именно то, которое нормальное, которое правильное, которое стандартное. Ну, и мне православие сразу выгодно понравилось по сравнению всем, что я до этого слышал, потому что во всех остальных там нет ни критерия истинности, ни богословия какого-то. Кто-то там стукнулся головой об камень, после этого что-то с астрала скачал и об этом вещает. Другой куда-то нырнул, там тоже обо что-то зацепился, долго не дышал, тоже что-то скачал из другого астрала, и совершенно противоположное влияет, вещает. А в православии это догматическое богословие, это самая исследованная религия, это Библия, это самый изученный источник, то есть просто то, хотя бы к чему можно подходить разумно. Разумно. Потому что в других, а что ты чувствуешь, а что тебе кажется? Ну, а мне много чего может почувствоваться. В психологии я сколько уже поизучал, то это можно и искусственно сделать, чтобы почувствовалось что-нибудь приятное. А вы мне объясните вот это и вот это. Ну и там бывает что-то пытаются объяснять, а я потом возьму, что я в другом месте услышал. И отвечаются, путаетесь в показаниях, господа сектанты. Ну хорошо, а православие, разве вы не пробовали выводить, как говорится, на чистую воду? А православие, а чего тут выводить на чистую воду? Тут, как говорится, учи догматику. Да и все, очень просто. Я потом уже увидел богословские курсы при семинарии, пошел учиться, и как-то возник конфликт. То есть я высказался по какому-то вопросу, и это противоречило тому, что высказал церковный иерарх. Меня вызывает на ковер к ректору, я объясняю полностью свою общественно-политическую позицию, как-то и так-то. Этот говорит, церковное право изучали, на каком курсе? Там говорят, на пятом, а ты на каком? На третьем. Ну, в общем, короче, на пятый курс пойдешь и поймешь, что ты в чем-то не прав. Ну хорошо, ваше право, да. Не, не про священство, высокопреподобие. Да, ваше высокопреподобие. Ваше высокопреподобие. Что есть правильно, что есть неправильно. И я, соответственно, когда учился, уже с удовольствием читал и публицистику церковную, там, где какой конфликт с кем возник, или там, почему не канонизирует Ивана Грозного или Григория Распутина. То есть это на сайте епархии, это как раз в то время начали появляться епархиальные сайты, и все речи епископов, они выкладывались. И как раз в этом плане именно действие церкви в интернет мне очень понравилось. У меня даже тема дипломного проекта была, миссионерская катехизаторская деятельность в интернете. И в это время, как раз, когда я учился, то была очень модная тема старчества. Идти к старцу, он такой духоносный, он такой прозорливый. Ну и как раз я уже примерно в то время понял, что со старцами что-то не так. Вот недавно с Леной мы как раз сняли фильм на тему, почему со старцами все-таки что-то не так. Доброго времени суток! Поздравляем с церковным праздником! Святые памяти которых в этот день празднует Святая Православная Церковь! Молите Бога о нас! Поговорим сегодня про старцев, почему они кончились и куда они делись. А давай все-таки, когда кончится коронавирусная пандемия, поедем к старцу. А разве старцы сейчас есть? Существует мнение, что их нет. Но они есть! Но только их очень мало и их очень трудно найти. Старцы сказали, что земля кверху ногами. Старцы сказали. Какие старцы? Чокнутые старцы. Чокнутые старцы. Идут к старцу. Что старец говорит? Вот из тех, кто идет на этой улице, спасутся шесть человек. Не слышишь? И как раз это актуально в свете ситуации с недавним захватом монастыря неким деятелем Сергеем Романовым. То есть знание православной веры, оно фактически помогает человеку разобраться в общественно-политических процессах, где как-то затронута церковь. Потому что церковь, она же еще контактирует с историей, с политикой, с общественной жизнью и взгляд немножко с другой стороны. И это очень полезно, чисто, практически, как человеку, который живет общественно-политической жизнью. Просто важно знать, уметь разбираться, быть компетентным в религиозном вопросе, потому что, к сожалению, многие, даже очень умные люди, профессора, политики, они там разбираются во многом, но в теме церковь и общества или в теме религия, они просто бывают ниже нуля. То есть на уровне бабушка у подсвечника сказала, что так, и я вот это повторяю. Но это просто несерьезно. Ну, как-то да. А у православных то же самое. Каждую неделю душный храм. Всю неделю учился, рано вставал. И даже в воскресенье нельзя выспаться. Задницы на уровне лица. То нельзя, это нельзя. Вычитать да выстрелить. В качестве досуга, хоть не примитивные песенки на библейские сюжеты, но разные типы церковного пения, знаменное пение, фортесное пение, воланский распев, соловецкий распев. Весь досуг это посиделки за чаем в тесной трапезе. Большинству психически здоровых людей это тоже очень быстро и очень сильно надоедает. И что же делать? А это вопрос не к нам. У церкви есть пасторы и архипасторы, архиепископы и епископы. Это их должностные обязанности, причем хорошо материально простимулированные. У меня тоже на пути к церковной жизни вплоть до приезда в Москву был период долгих религиозных исканий. А уже только приехав в Москву, только тогда уже я действительно наконец-таки остановилась, все свои поиски и определились. Хорошо, вот вы в 2019 году начали вести на ютубе свой блог под названием «Платочек», он же «Платочек Г». Да. Расскажите, пожалуйста, вот в нем вы, значит, делитесь со своими зрителями информацией о православном семьеведении. И также, вот если посмотреть ваши ролики, складывается впечатление, что вы, можно так сказать, троллите русскую православную церковь. Нет. Вот расскажите, не так ли это? Абсолютно не так, мы ее не троллим, а просто, да, бывают какие-то несоответствия. Мы можем о них сказать, что вот здесь вот принято говорить и думать так-то и так-то, а вдруг или что, а может тут еще вот быть вот такая фишка, вот про нее не сказали, про нее промолчали, ее там куда-то задвинули, а ее на самом деле никуда не денешь, она есть. Вот. Вот как, например, на тему вот тех же детей, да, вот рожайте, 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 активнее, рожайте. Хорошо, мы вам детей этих нарожаем, а потом куда мы их денем? Вы их будете воспитывать, вы их будете учить, кормить, лечить, предустраивать. Ну, то есть вы, по сути, все равно идете против некой системы, вот, русско-православной церкви, ведь вы не поддерживаете многие те, скажем так, ценности, которые в РПЦ поддерживают? Не многие, а некоторые именно. Это не то, что ценности, это стереотипы, потому что есть ценности настоящие, которые вот церковная жизнь, да, вот вероучение, догматика, литургика, ну, то, из чего действительно состоит само христианство. А какие-то социально-политические вопросы, они новые. Тут мы можем думать все по-разному, в том числе и внутри церкви все могут думать по-разному. Не только там какой-то общий принятый штамп, а могут и встречаться другие мнения. Ну, и тем не менее, вся православная община в большинстве своем называет вас в какие-то моменты даже еретиками. Давайте я объясню нашим зрителям. О, еретиками, сатанистами даже обзывают. Почему так происходит? Потому что Николай и Елена, они выступают за аборты. Мы не выступаем за аборты, мы просто исследуем проблему аборта. Да, мы записали ролик, где мы рассуждаем, думаем и исследуем. То есть если аборт – это убийство и душа дается при зачатии, тогда сразу оказывается тут вылезли вот такие сразу проблемы. Что такое однояйцевые близнецы, откуда берется вторая душа? Или что такое химерный младенец, куда девается вторая душа? И вообще, почему в Библии тогда написано «рожденные женами они зачатые»? Вот вопрос сразу. И, во-первых, а как крестить химерного младенца? А как крестить однояйцевых близнецов? То есть вы считаете, что душа приходит к человеку в момент рождения, я правильно понимаю? Дело в том, что это даже не догматизировано. Мы не знаем, когда именно Господь ее уже устанавливает на место. Николай, что вы можете сказать по этому поводу? Значит, вот перед тем, как мы начали вести свой канал, мы замечали, конечно, очень много того, что батюшка вроде говорит, явную чушь какую-то. Обратной связи никакой нету. Потом мы смотрели в интернете разные научно-популярные передачи и познакомились с такой сектор официальной науки. Это проект «Ученые против мифов». Заключается он в том, что популяризация научного взгляда на жизнь. То есть если обычно ученые что-то непонятное такое изобретают, там какая-то научная новизна, то популяризация науки – это об известных вещах, говорить красиво, интересно, и чтобы люди понимали. Эти ребята призывали тоже делать материалы, где будете рассказывать о каких-то научных вещах, о научном взгляде на мир. Ну, интересно так, чтобы людям нравилось. И мы подумали, а мы же православные, православные, у нас в церкви много всего интересного. Нам еще, поскольку мы такая особенная семья, что мы по всем критериям, какие говорят священники и психологи, мы друг другу не подходим. Причем абсолютно, но как ни странно, живем. А еще нам вообще нравится тема отношений между мальчиками и девочками, и все, что на эту тему люди пишут, анализируют. Вот мы решили тоже попробовать начать ввести свой информационный ресурс. Перед этим мы ходили с Леной в общество инвалидов. Она как инвалид, я как сопровождающий в театральный кружок. Нам понравилось работать на публику, и поэтому мы решили завести YouTube-канал. И первое видео, которое мы сделали, это как раз был Петр и Феврония, ликбез для православных, потому что как только приближается день любви, семьи и верности, так сразу начинается по всем каналам, по всем священникам нести такой бред, что средневековые князь и княгиня ведут себя или как какие-то клиенты христианского клуба знакомств, или как вообще клиенты психбольницы. Но все-таки Петр и Феврония жили, это все-таки средневековье, и это все-таки князь и княгиня. И в те времена просто люди по-другому жили, по-другому мыслили и по-другому устроились в семейные отношения. В частности, это чей клан будет поближе, и чей клан будет кого грабить, и чей клан будет потеснен. Поэтому, когда Феврония интересовалась темой, чтобы выйти за князя, то тут никакая там про любовь, ни про что-то там, тем более не сказано, или вопрос религиозный, или вопрос политический. Если вопрос религиозный, то это значит, например, крестить свою родню и прородниться с христианским князем. И в Средневековье это было безумно выгодно, потому что или язычники друг друга мочите, друг с другом постоянно воюете, или с крупным феодалом подружиться-продниться. И поскольку Феврония – это дочка собирателя меда, собиратели меда и плюс медициной промышляли, это было вообще безумно круто. Это не какая-нибудь там биовенская дурочка. Он пришел, а она ему по роже. А это же тоже общение. Он будет настойчивым, у него рожа крепкая, закаленная в драках, и девушка, возможно, изменит к нему свое отношение, а, возможно, не изменит. В психологии это называют конфликт, как способ обратить на себя внимание. Одну мою подругу, пикапер, пытался разводить тем, что внимательно слушал ее миссионерские проповеди и ездил с ней в паломнические поездки. Она его по храмам затаскала, а он первый и отстал. Отличная идея. Ну вот по поводу разногласия все-таки с точки зрения русско-православной церкви и ваше, скажем так, разоблачение по этому поводу, можно ли сказать, что вы троллите все-таки РПЦ? Значит, мы не троллим РПЦ, во-первых, потому что РПЦ, она имеет дагматическое богословие, имеет церковную иерархию, и туда мы не лезем, потому что у нас нет ни власти, ни компетентности, ни желания туда лезть. А есть какое-то мнение конкретного священника, которое транслируется через православные СМИ. И, к сожалению, в церковной среде очень много некомпетентности и мракобещия. Аборт плохо. Ну хорошо, хотя бы, что он говорит, что и безотцовщина плохо. Но если запретить все аборты, массово попрет безотцовщина. И даже сироты при живых родителях. То есть могут и мамы побросать детей. И говоря уже о том, что уйдут мужья. Но это не мнение РПЦ, это мнение священника Дмитрия Смирнова, который потом ретранслирует Андрей Ткачев, потом ретранслирует Патриарх Кирилл. Вот примерно такая же самая ситуация была, когда в церкви было очень такое мнение, что телегония – наука о целомудрии. То есть первый мальчик у девочки, он определяет, кем будут все последующие детишки. И говорилось, что это наука о целомудрии. Меня как раз за то, что я сказал, что это вообще-то не о целомудрии, а это защита права феодала на первую брачную ночь и защита педофилии, меня из нескольких христианских клуб за это погнали. Хотя чисто по логике телегонии, если первый самец определяет все, то надо всех детишек как можно раньше отправить генетику каким-нибудь уважаемым пожилым господинам. Просто как бы по логике. А по богословию, если так, то получается, что Иисус Христос не сын Давидов. И в какой-то момент вдруг я прихожу на публичную лекцию, и там сидят священники в президиуме, и один за другим краются в заблуждении, что увлекались телегонией. Поэтому в церкви по каким-то небогословским общественным вопросам есть только частное мнение какого-то конкретного священника или даже мирянина, который может ошибаться. И, скорее всего, ошибается, потому что у него нет профильного образования. И здесь как раз открыта полная свобода действий. Другое дело, что есть православное радио Радонеж, Радио Вера. Там определенная клиентура. А когда появились все блоги, YouTube, Яндекс.Дзен, то это, пожалуйста, все высказывайтесь. И меня лично очень радует, что сейчас очень многие священники высказываются именно по теме церковь и общества. Иногда даже за это они перестают быть священниками и их отсылают в запрет. Ведь батюшки-то очень добрые летки. И именно по этой же причине и я не захотел принимать священный сан. Потому что, получается, что ради того, чтобы услужить начальству или какому-то уважаемому в церкви спонсору, приходится идти и против вероучения, и против совести. Мне это не нравится. И мы идем, фактически высказываем свое мнение в тех областях, где диспут допустим и с точки зрения богословия, и с точки зрения закона. Свобода слова у нас есть, она еще не отменена. Слава Богу. Особенно в таких вопросах, как когда появляется душа у человека. Если душа появляется в момент зачатия, то возникают некоторые богословские проблемы. А если душа появляется не в момент зачатия, то значит, аборт – это не убийство. А вот какие конкретно проблемы расскажите? Проблема такая, что вот. Ну, я уже назвала. Допустим, если в момент зачатия дается человеческая душа, есть явление однояйцевой близнецы. То есть одно зачатие, одна оплодотворенная яйцеклетка, родилось два человечка. Если душа дается в момент оплодотворения яйцеклетки, откуда взялась вторая душа? Да. Или другой пример, что было две оплодотворенных яйцеклетки, в какой-то момент аномалия пошла, рождается химерный младенец. То есть индийский мальчик бегает, там у него из живота торчат две ноги. Зрелище жуткое. Но, тем не менее, с точки зрения православного вероучения, это один человек, потому что четко выраженная одна голова и одна грудь. Катехизис Петра Могилы велит, что если рождается что-то непонятное, родила царица в ночь, не то сына, не то дочь, непонятный человек – это не человек. Смотрите, есть ли голова и грудь? Если голова и грудь есть, это человек. Если что-то сросше, смотрите, сколько голов и грудей. И если получается, что одна голова и грудь родилась, то спрашивается, а где вторая душа? Умереть она, улететь в мир мертвых не могла, потому что организм живой. То есть вот такие богословские проблемы. Каждому батюшке. Но смысл популяризатора науки – это то, что мы эту тему подняли и призываем к диалогу. Но в диалог вступать по теме никто не хочет. И нам говорят, вы за аборты, вы за аборты, вы за аборты. Мы говорим, не за аборты, вы на вопрос отвечаете. Мы подняли вопрос. Или почему церковные таинства не совершаются над зачатыми детьми? Хотя вот, почему, например, нельзя... Чисто технически очень легко покрестить и... Хотя было откровение, что родишь сына, назовешь Иоанн, не дать имя, когда он еще был в утробе. Тем более взыгрался младенец в отчаеве, когда встретились с Девой Марией. То есть тут уже какое-то божественное откровение действует. Но почему-то все-таки ждут, чтобы имя нарекать, когда родиться. То есть поднимаем такие вопросы. Тема диспута открыта, тема диспута разрешена всеми церковными законами, да? И мы никакие не еретики. Мы высказываем то, что называется тело эгумена, то есть частное мнение, и призываем к диалогу. Но поскольку люди боятся сказать что-нибудь такое, а вдруг духовнику не понравится, а вдруг меня за это начнут троллить, то выгоднее просто нас называть еретиками. Ленку до слез как-то довела подруга, когда там начала говорить, вот я бы тебя задушила за то, что ты за аборт. Ну, а потом тут же сказала, что я бы задушила, но я это не сделаю, ибо это слишком для тебя будет легко и незаметно. Особо, как говорится, ты и сама признаешься, что ты особо это не почувствуешь. Поэтому слишком легко для тебя. То есть она еще признается в своей жестокости. То есть, а я лучше накажу тебя действительно, по-настоящему. Потому что удушение или там сломанную шею ты не почувствуешь. Поэтому я возьму под свой контроль все духовенство северо-восточного округа и не позволь ему тебя причащать, исповедовать и с тобой молиться, как с еретиком. Более того, а накануне этой ссоры даже и батюшка, ну, с которым, слава богу, вроде как удалось помириться, и потом все-таки я у него даже исповедовалась, причащалась, но тоже вот. Но с ним вот тот конфликт, он был покороче значительно. И как-то вот, хотя тоже сначала вот тот конфликт именно разгорелся, начиная со слов, что вы наснимали роликов, что вы за аборты. И считаете, что аборты делать можно и нужно. Поэтому я не буду с вами даже просто молиться, ибо как с еретиками. Либо вы уберете все эти видосы и последний намек на это, тогда еще можно вам со мной молиться и у меня причащаться. В противном случае вы еретики и иноверцы, просто вот как какие-нибудь кришнаиты заходят ко мне в храм, я же их не причащаю, вас не буду причащать. С какого перепугу-то? Но потом вроде как, слава богу, вот благодаря моему мужу, дай бог ему здоровья, удалось с этим батюшкой примириться. И вот. Но хотя все равно вот это моя же так называемая, моя бывшая подруга, она все равно пытается этого батюшку контролировать и пытается его как-то вот связать по рукам и ногам и не давать ему мне помогать. Это была полная идиллия. Она меня навещала и даже помогала мне матеряно. И так, у нас меня на катушину свадьбы даже подарила своему тысячу рублей. Для меня это серьезная сумма. А еще она мне насчет родили своими знаниями богословскими и психологическими очень помогала мне здорово. Очень часто в тяжелых случаях была со мной рядом. Приносила мне семя жертву, дарила мне много своего времени и своих ресурсов. За меня молилась. И я надеялась, что мы сможем дружить. Ну вот как вы считаете, в свете подобного случая можно ли сказать, что православие все-таки порождает в людях агрессию? И замечали ли вы за собой подобную агрессию в случае, если люди не согласны с вашими догмами? Значит, тот момент такой, что... Агрессию порождают не православие, а агрессию порождают именно вот эти вот всякие интриги вокруг православия. Потому что, когда человек начинает отделять православие от интриг, тогда уже как бы ему проще как-то лавировать и всячески как-то проходить вот эти бутылочные горлышки, проходить вот этих между Сциллой и Харибдой, чтобы... Потому что, в принципе, там конфликт, как правило, именно не религиозный, а там на самом деле обычная тоже борьба за ресурсы. В том числе элементарно борьба за место в храме, борьба за батюшек. И это я с этим сталкиваюсь регулярно. Это я всегда сталкивалась с этим, даже когда ничего не делала, когда ничем не занималась, я сталкивалась с этим постоянно. Что значит борьба за батюшек? Борьба за батюшек? Ну вот, потому что батюшка один. Желающих к нему много. Все у него хотят поисповедиться. Просто, элементарно. за внимание батюшки. Во-первых, за внимание батюшки, за его время, за его каждое лишнее сказанное слово, за его каждое, извините, прикосновение. Вот просто, вот там... Среди прихожан разворачивается своя кулуарная какая-то... Ну, как бы да, ну, это везде так, и у нас, как бы, ну, мы православные, получается, вот наше общество, оно ничем не отличается от всего остального общества, потому что, ну, ничего человеческое, не чуждо, как бы, ну, поэтому это, конечно, все лезет и в церковь тоже. Ну, это не потому, что церковь какая-то не такая, а просто потому, что, ну, люди, они в Африке люди, ну, все они такие люди. Называется платочка сферы. Это такое бабское окружение священника, которые в платках, соответственно, плечом к плечу встали, и к священнику пройти человеку со стороны нельзя. И для этого надо набрать первую платочковическую энергию, чтобы их растолкать и к батюшке пролезть. А вторая платочковическая энергия это чтобы батюшкиным вниманием завладеть. Церкви, поскольку церковь это тоже общество и там люди, идет борьба, именно люди подсиживают друг друга, люди выслуживаются перед начальством. И, соответственно, чтобы как-то показать себя лучше, надо показать, что тот, кто рядом, тот хуже. Первого уже есть, надень платочков платочковица, дурна ли жизнь нехороша, стремится Господу душа, платочки женская душа, носить поток богом чистила. Ну вот как у вас в принципе получается в вашей православной среде относятся вот помимо вашей подруги, да, другие, может быть, православные люди к вашим роликам, к вашему неоднозначному мнению, казалось бы, по поводу всех вопросов, которые определены церковью, определены для прихожан, в общем-то, на веру, скажем так, да. Вот как они относятся? В общем, все по-разному, но... Есть ваши единомышленники в этом вопросе? Какого-то... Есть причем даже такие интересные моменты, что люди ролики наши смотрят, но подписываться на YouTube-канал боятся, потому что скажут, а не стыдно тебе быть подписан на платочков, потому что они против, они за аборты, они там этих не уважают, тех не уважают, поэтому есть кто-то любит, кто-то не любит. Мы считаем, что если есть те, кто не любит, это тоже успех, потому что, как вот говорят опытные блогеры, лучше иметь один дизлайк и содержательный коммент, чем 10 лайков, потому что лайки ставят на автомате. А если человек написал, почему именно не понравилось, и нам иногда пишут содержательные комментарии, что типа затянуто, сделано, там слишком громко музыка, слишком... какие-то технические моменты. Такие-то технические и организационные, и мы к этому прислушиваемся. А когда священник нас критиковал, называл еретиками, он в подписчиках у нас сидит, я ему периодически службы провайкиваю, спрашиваю, а ты наш этот фильм-то смотрел? А я вижу, что не смотрел. Он говорит, честно говоря, я не смотрел. Причем и один и второй, и богословские социальные проблемы аборта. Потому что вот про социальные там тоже вот как раз мы и подняли проблему, когда что... Причем мы даже отцу Дмитрию Смирнову выразили большущую благодарность, что он, когда сказал про аборты, в то же время он сказал, что безотцовщина плохо, сироты это тоже плохо, потому что безотцовщина и сироты, они не только очень сильно мешают взрослому поколению и своим сверстникам на сегодняшний день, но и они же потом спровоцируют еще большее количество абортов, чем было предотвращено. Даже не так, что любой преподаватель, любой педагог скажет, что мать-одиночка с педагогическим запущенным ребенком это плохо. Это даже есть такой термин я же мать, это такая, которая на всех на... А есть, зато не аборт. Ну, зато не аборт. То есть, вот он такой больной, он непослушный, он может в глаз с карандашом ткнуть, он может утюг из окна кому-нибудь на голову вытянуть, но зато не аборт. С ним никто не справляется. Мать-одиночка там работает на двух работах, он там, когда его кладут в больницу, когда его не кладут, это Лена, поскольку она наблюдается у психиатров с самого детства, она таких видит очень много. Ну, конечно. Поэтому тема абортов, она как раз именно социальная тема абортов. Да. Потому что если запрещается аборт, увеличивается количество безотцовщины, увеличивается количество матерей-одиночек. Сразу же. Это, в свою очередь, ухудшает качество образования, увеличивает криминал. Да. Чтобы этих детей содержать, надо откуда-то брать ресурсы. Если брать у государства ресурсы, значит, государство эти ресурсы не потратит на что-нибудь другое. Поэтому возникает вопрос, а кому выгодно то, чтобы запретить аборты. Чтобы у государства тратить фактически на заведомо нехороших членов общества, которые будут всегда обществу в тягости. Ну, мы привели такой пример, как один из заинтересованных лиц Пентагон, потому что вместо того, чтобы строить ракеты подводной водки, будут содержать вот этих изотоний абортов. Причем мы на ресурсе чайут фри общаемся, наши ролики смотрят с удовольствием. Нас там репостят активно. А как же Пентагон может повлиять на русскую православную церковь? Вот вопрос. Я подозреваю, что за счет мракобесия, то есть мракобесие это неприятие науки и неприятие образования, что человек живет на эмоциях, а если человек живет на эмоциях, он не может проанализировать. ему говорят вот как хорошо, как замечательно, давайте бороться с абортами, они же живые, они хотят жить. И батюшка говорит, вот давайте, давайте, давайте. Что идет за тем, что мы будем бороться с абортами? Что? Что в обществе за этим будет? Да, да, что за этим следует? Это так же, как если давайте мы будем защищать бродячих собак, пусть они бегают по лесопарку, то это значит, что не будет ежей, не будет белок, не будет птиц, потому что они выжрут просто все. И потом будут нападать на людей. И уныло, Ну, а тот, кто щеночек, жалко же, пусть собачке жалко там показывать такие слезливые мордашки, ну, если у них нету знаний и нету адекватной оценки состояния общества, то этот человек легко манипулируется. Поэтому в христианстве самое главное добродетель считается, это именно рассудительность. То есть это важнее даже, чем вера, потому что вера не в истину, а в что-то еще, она не спасает. Рассудительность, это, кстати, почему христиан называют овцы Христовы. Эта Библия, она же писалась для пастухов, и овца, она узнает голос пастуха. Поэтому, называя овцами, это не то, что мы, христиане, быдло, стадо баранов, а то, что мы умеем, у нас есть догматическое богословие, мы можем анализировать, кто пытается нам что-то вещать. Поэтому, как раз, изучая христианство, ну, вообще, христианство много изучает, и очень полезно просто хотя бы изучать труды христианских мыслителей, но с поправкой на время, когда эти труды писались. И все-таки, как Пентагон может повлиять на РПЦ, если РПЦ также, в том числе, выступает за некий национализм, за сохранение своих национальных традиций, и тут вот вы говорите, что это могут быть их поиски. Современная демократия это власть общественных организаций. Ну, то есть, политические партии, вот РПЦ, всякие фонды, это все общественные организации. Поэтому, поддержать общественную организацию международную, которая занимается борьбой с абортами, известно, какие социальные последствия борьбы с абортами. Поэтому, американцы, они не дураки, они хотят, чтобы экономика другой страны была хуже. Почему? Потому что, тогда, экономика национальная американская, она будет более конкурентоспособна. Да. И поэтому, желательно предложить, чтобы в других странах люди вкладывали деньги не в науку, не в военное дело, а в воспитание каких-то зато не абортов, в содержание каких-то бродячих собак, еще в какие-то экологические проекты, которые ни о чем. Но пусть у них промышленность будет слабее. Но вы не думали о том, что здесь в России в принципе люди готовы поддержать эту идею не потому, что ее навязывают извне, а потому, что вот такой народ здесь, такой может быть менталитет, такие традиции. легко манипулировать, Люди очень разные. И если человек, он занимается, работает в каком-то фонде, там, борьбы с абортами, он в это вкладывает свою душу, он этим занимается. Он, если талантливый, он хорошо будет этим заниматься. У него будут опять же свои сторонники. Но хорошо бы представлять конечные результаты. Потому что вот хорошо реставрировать храмы, но если вложить деньги в то, чтобы отреставрировать один храм, реставрация, это безумно дорого, то за эти деньги можно там, например, в целом квартале поменять водопровод и заасфальтировать дороги. То все-таки, наверное, лучше поменять водопровод заасфальтировать дороги и тем самым проявить любовь к ближнему. Ну, хорошо. Я вот думаю, что даже относительно реставрации какого-то старинного храма, даже просто на его месте поставить простой, современный из свежих материалов храм, по-моему, было бы намного дешевле. Поэтому все равно там осталась бы сдача и немалая. И тоже опять, которую можно же пустить опять в ту же информацию. инфраструктуру. То есть, да, пусть это будет не в полном объеме, но все равно где-то водопровод уже мы поменяли бы. Было бы дешевле, но есть люди, которые реставраторы. Они делают вот эту работу и получается специалисты мирового имени, которые вот они сначала какой-то храм в Дяевне Гадюкино там восстанавливали, а потом они в Париж поедут сгоревший собор восстанавливать. И им за это будут платить валютой. и это фактически будут эти специалисты, это национальное достояние тоже. Поэтому именно рассудительность в христианстве она очень важна. Ну вот смотрите, в христианстве вы говорите о том, что важна рассудительность, но судя даже по последним событиям, мы видим, что этой рассудительности для русско-православной церкви недостаточно. В частности, если мы возьмем вопрос по коронавирусу, допустим, мы знаем, что вот того самого пресловутого мракобесия в этом вопросе очень много. И можно ли это назвать, скажем так, отличительной особенностью именно русско-православной церкви? Или вы считаете, что это тоже какая-то, скажем так, мракобесная история, которая навязана извне? Поскольку церковные реформы они в свое время не прошли, православная церковь РПЦ, она создала очень хорошие условия для распространения этого самого мракобесия. То есть люди идут в храм, и если в лютеранских конфессиях у католиков люди изучают Библию, то православные они изучают какие-то монастырские патяйки, поучения какие-то, не святые-святые все читают, и это плохо. Лучше бы, конечно, люди изучали Библию. Ну, как бы вот так происходит, во многом это из-за некомпетентности кадров, из-за того, что не проведены вовремя какие-то реформы, ну, конечно, это и из-за людей во многом, потому что людям хочется идти в церковь, им хочется не учиться, а им хочется какие-то религиозные обряды выполнить. Вдруг поможет. То есть такая проблема есть, она известна, ее регулярно сами священники озвучивают, в том числе на православных ресурсах. Но одно дело сказать, что да, вот вы такие сики, вы Библию не читаете, вы православную догматику не изучаете. Возникает, опять же, вопрос о поле для применения вот этого. Фактически то, что мы изучаем нашу православную веру, читаем публицистику, нас этому никто не учил. Это мы фактически просто действуя интуитивно, методом проб и ошибок, к этому приходим. В то время как у каких-нибудь, у тех же свидетелей Иеговы поставлено так же богослужение, что они именно изучают Библию, у них там куча разных атласов библейских, разные методички. Это я сам, когда учился, тоже ходил в христианский магазин, там литература свидетелей Иеговы, и у них там реконструкция, как был одет священник того времени, как, что такое игольные уши, через которые трудно богатому войти в Царство Небесное. То есть тот же самый научпоп в библиологии, те же самые какие-то выступить с докладом, это у вот этих, кого называем сектантом, это было налажено. Но это не столько из-за того, что у них такая вера, а столько из-за того, что они из-за границы к нам проехали, то когда в СССР церковь была вообще задвинута и думали, что она вообще уже с концами и не восстановится, там церковь существовала и она адаптировалась под общество, то есть чтобы это было не мракобесие. Вот мы даже в Яндекс.Дзене написали статью, что ну вот коронавирус нельзя в церковь много людей пускать, проведите реформы, сделайте платный билет в храм, но зато каждому поставьте стульчик, каждому поставьте коврик для молитвы, всем в цену включите свечу в алтарь, записку, с ракауст, ну и как бы к цивилизации переходите, а трансляцию сделайте через интернет, через православный телеканал, то есть фактически бизнес-проект с нуля, который как бы элементарно тут придумывать ничего не надо, потому что это сплошь и рядом в образовательных учреждениях так делается. Но мы наблюдаем то, что в принципе РПЦ более негативно относится, да, вот к этим всевозможным реформам, они не понимают, это сразу возникает как будто есть дикое, как будто что-то ужасное и примерно нечто подобное было, когда старобряческий раскол, что когда заменить единый они ну как-то там буквально на одну руку поменяли. Старобряческий там вообще такая была ругань из-за какой-то вообще мелочи, которую все равно никто не заметил и не почувствовал. И политика сразу вмешалась, но именно люди, которые готовы поддержать какой-то протестный. И тем не менее какое количество жертв было. Да, вот откуда на пустом месте столько жертв, я вообще я сама в шоке. Ну это просто социальный факт, да, но я думаю, что социальный факт привязан тот факт, что старобрядцы поддержали старобрядцев, поддержали те, кто недоволен текущей властью. Это так же, как сейчас поддерживает Сергия Романова. Кто не любит президента, кто не любит патриарха, то есть это Сергий Романов излагает какие-то требования разумные в том числе, что самоизоляция без того, что посадить людей на самоизоляцию, но не давать какой-нибудь продовольственный паек, это преступно. Преступно, конечно. Ну, как бы с этим многие согласны, но никакой политик другой это не высказался, и высказался только вот этот монах, который ни в чем не разбирается, и параллельно с этим. И попал в точку. И про... Нет, он все излагает, все, что может люди... Все, ну, как бы, чем люди недовольны. И тут же он про чипирование говорит, тут же про ИНН, паспорт, фичать Антихриста. Хорошо, еще хоть про плоскую землю не догадался сказать. Может быть, в дальнейшем скажет. Скажет наверняка. А может, наоборот, и не скажет, потому что, ну, как бы, может быть, да, понятно, там, страсти какое-то. Но чипирование это фактически уже сравнимое, что чип, который управляет человеческим мозгом, ну, это да. В наше время пока это точно не серьезно. Ну, это да. Ну, вот смотрите, вы также позиционируете себя как православный child free, то есть свободный от детей. Вот расскажите, почему так произошло и как, опять же, к этому относится православная община? Эта идеология, она вообще изначально имеет христианские корни, оказалась в Америке, когда там был спад производства, и люди задумались, что, ну, хорошо, родить легко, а потом, куда мы этих детей денем? Нам их не выучить, не трудоустроить, прямой путь в криминал, где они будут нарушать заповеди, не убивай и не крати, а потому что не смогут они действовать иначе, им никто выбора не даст. И поэтому лучше просто не зачинать, не рожать, просто быть без детей. А что делать? Так легче? По Библии даже если принять, что аборт это убийство, то не бойтесь убивающих тело, души повредить, не могущих, но бойтесь тех, кто убивает душу. И если какая-нибудь я же мать своего, зато не аборта, воспитала уголовником, то лучше бы она сделала аборт с точки зрения христианской догматики. И тогда она бы и то поступила бы с ним гораздо мягче, чем когда она родила и сделала вот этот зато не аборт. Есть ли какая-то среда ваша православная, в которой вы можете поднимать все эти острые вопросы и насколько вот как протекает эта дискуссия, да, вот что вы можете по этому поводу сказать? Очень сложно. Бояться православной вот этого, потому что, ну, мы в храме не работаем, мы в храме кодилу не подаем, мы в храме не поем. А тот человек, который в храме поет и кодилу подает, он может быть с нами согласен, потому что он в школе работает, и вот этих зато не абортов он видит постоянно, что он со всеми дерется, а его нельзя никуда убрать, потому что мать-одиночка. и он не дает другим детям учиться. Но он не может это высказать. Для него нету платформы, где бы его выслушали. К Чайд Фей идти, он испугается, у него там тоже свои детишки, плюс Чайд Фей тоже очень сильно православные исказили, потому что Чайд Фей это именно те, кто понимает свободу от детей. Да, это не Чайд Фей. Есть ещё Чайд Лес, это просто детей нет, он там лечится. Чайд Фей это кто ненавидит детей. Ещё есть всякие извращенцы, типа зверушка, как ребёнок. Мой пёсик, мой сыночек, как бы вот такая тема. Но Чайд Фей это именно те, кто понимает ценность свободы от детей. Кто понимает, что я не могу ребёнка воспитать хорошим, поэтому я его не буду никак вообще заводить. просто заводить даже. Поэтому мы поняли, когда, что не можем детей иметь, мы пришли к такому выводу, что раз не можем, то мы будем строить свою жизнь и свою идеологию как-то иначе с учётом того, что бездетность. Ну а вот вы думали на тем, если бы всё-таки у вас была возможность иметь детей, вы бы последовали по пути традиционным для русско-православной церкви? А изначально мы и пытались именно зачать, родить, потому что всё-таки мы хотели родить и воспитать этих детей, но может быть даже получилось бы даже воспитать. Но потом куда бы мы их дели, их же надо трудоустроить. А сейчас, видите, вот этот карантин прошёл, после него может быть ожидается ещё одна волна карантина, и может быть не единственная. И видите, уже какая фатальная безработица, и куда вот в такой ситуации девать детей. они же быстро вырастут, они быстро растут, и их не трудоустроить, и тогда прямой путь куда? В криминал, наверное? Ну и чего нам делать тогда? Они нам спасибо не скажут за то, что мы их всё-таки выудили и родили. Мы наблюдаем ещё такое явление, с которым тоже батюшки согласны, и очень часто его тоже повторяют, и на своих ресурсах, и даже иногда на более серьёзных православных, что дети, пока он ребёночек, он в храм ходит, его в храм тащат, говорят, надо, 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 надо. Когда он становится подростком, он уже говорит, всё, я в храм не хожу, уже родители с ним ничего сделать не могут, и родители начинают такие, плачутся, вот, вырос ребёнчик, храм ходить больше не хочет. А если ещё, не дай бог, ещё в противоположную куда-то пойдёт сторону, это для многих родителей это вообще катастрофа, и вообще, ну, понимаете, то есть, если бы вот тоже, если бы я родила, и у меня ребёнок вдруг ринулся бы в сатанисты, я не знаю, может быть, я даже с собой бы что-то сделала, я бы этого не пережила реально, просто не пережила бы, потому что я просто сама по себе очень слабый человек. Но вот ваша сестра, вы говорили о том, что она сатанистка, она сатанистка до сих пор, или же она как-то уже пересмотрела свои взгляды? Сейчас она просто, так скажем, именно сбавила активность, то есть, в принципе, она ничего не предпринимает, ничего там, не делает, каких-то манипуляций с собой не производит, она просто сейчас, так скажем, неактивна. А какие манипуляции она производила с собой? Потому что сатанизм, он же разный, вот о чем я отвечу. Ну, сатанизм разный, но просто, когда она была именно практикующим, активным сатанистом, она там ходила, значит, на какие-то их мероприятия, участвовала в их службах, так называемых, и там, и дома мне тоже без конца свои молитвы читала, меня ими доставала, понимаете? И поэтому, вот, и, а родители, понимаете, старались тоже никогда не отпускать меня в храм, очень так прямо контролировали, да, хотя бы сестру с братом бы контролировали, чтобы они не пили, не курили. Нет, но меня более усердно и более прямо вот так безупречно контролировали, настолько редко мне удавалось вырваться вообще куда-то вот в сторону церкви, потом еще в подростковом возрасте в юности я все-таки немножко была в поисках еще, потому что действительно у меня были очень-таки большие сомнения, потому что я не знала, что есть истина, я действительно пока еще не знала. Более того, я была даже невольным сатанистом, потому что мне этот сатанизм навязывали и дома, и в школе. Но навязывали его в качестве каких-то молитв, не более? То есть просто сейчас мы говорим о сатанизме и многие себе представляют, что это какие-то жертвоприношения людьми, младенцами и так далее. Сначала именно как духовные практики, а потом уже пытались навязать и как идеологию. И даже какое-то время у меня уже это начинало действительно ложиться, вот как-то, что, а может быть, действительно, может быть, они правы, да? То есть именно вот в каких-то более таких вот вещах, да, чисто вот грубо, материальных, я, ну, как-то вот меня Бог отводил, я не участвовала. А только вот единственное, что вот еще надо мной обряды проводили, и инициацию провели даже. Сестра проводила. А инициацию проводила одноклассница, одна из другой одноклассницы вместе. Интересно. Ну вот сатанизм вас все-таки не покидает, и в какой-то период жизни вашего блога о вас сняла свою, скажем так, свою работу одна из сатанисток, также блогерш, которая рассказала о вас как о православной семье. Ну, уже да, уже она о нас в том числе и обо мне сняла уже совсем в другом качестве. Именно как о человеке уже освободившемся. Когда я приехала в Москву, тогда я наконец-то, если выражаюсь блатным языком, откинулась, то есть освободилась. Поняла. Хорошо. У меня просто привычки такие остались именно, что там выражаться таким жаргоном. Да, и по-магадански, и по-сектански, что вот. И вы решили записать ответный ролик, в котором вы задавали вопрос, а существуют ли православные сатанисты? Вот расскажите, что вы имели в виду и как вы себя позиционируете в этом образе? Особенно, особенно вот когда нас и до этого ролика, и еще после этого ролика нас так вообще обхытили, обвиняя там в сатанизме, что, мол, Морозовый, вы вообще такие сатанисты, вообще конченые, что это вообще зато не аборт называется. Ну, не совсем так было. Про нас писали так в комментах. Такой сатана, который в христианском вероучении, он никому нафиг не нужен. Точно. Нет, немножко не так было. Там же, во-первых, эта сатанистка, она настоящая последовательница Антона Лавея из церкви сатаны, которая в США, она в первую очередь сказала, что твои сатанисты, которые в Багадане, это неправильные сатанисты. Всем пламенный привет. Если вы кликнули на этот видос, то, скорее всего, вы хотите узнать, как стать настоящим сатанистом. На самом деле, все довольно просто. Так что, расколов хватает и в других религиозных течениях, в том числе и в сатанизме. Ага. Ну, а почему православные сатанисты? Потому что свое учение Антон Лавей, это организатор, основатель Центра Церкви Сатаны, он взял во многом у Ницше, во многом у эзотерики, ну, добавил еще обряды покрасивше, позицировал это как бизнес и как идеология, идеология успеха. Ну, и поэтому разные фразы из его сатанинской Библии, из получения его утверждения, мы с ними согласны, что да, мы за разум, мы за адекватность. Но не за поклонение сатанисту. Как раз Антон Лавей, он и не призывает поклоняться сатане. Больше за здравомыслие, да? Да, именно за здравомыслие, что сатана это за разум, за... А при чем здесь здравомыслие и сатана? Так, из этого следует тогда, что вас можно назвать православными сатанами? не сатана. Разные авторитеты принципиально. То есть, чтобы чем-то назвать, надо найти существенные свойства. То есть, если кот а пёс, всё-таки это кот или пёс, или это какое-то другое животное. Поэтому смотрим существенные свойства. Какие существенные свойства кота, какие существенные свойства пса, и начинаем анализировать. Также и насчёт сатанизма. То есть, вроде мы с Антоном Лавеем по многим параметрам мы согласны, но в качестве авторитета у нас христианская догматика, в качестве молитвенной практики у нас христианское богослужение. Мы даже себя причисляем к православной субкультуре, потому что сатанисты, они там любят татуировки, пирсинг, мы любим такой вот стиль, какой принят в околоцерковной сайде. Мы там записали даже ролик «Как одеваются православные». об этом мы ещё поговорим. Просто такой практичный, свободный, не крашусь, с собой такого особого не делаю. А не хотелось никогда нанести макияж, посмотреть на себя в другом образе? даже в детстве были опыты нанесения макияжа, причём мне его даже навязывали, но думаю, ну ладно, навязали, извините за выражение, начихать, посмотрю просто. Ну раз нанесли, значит, посмотрю просто. А что, я ничего не потеряю вот этого. И посмотрела, ну как бы, ну да, ну и что. Ну как бы, то есть, как-то меня абсолютно это, извините за выражение, не возбудило, ничего никак. Во-первых. Во-вторых, плюс это ещё очень неудобно, просто вот чисто вот. Да. Очень неудобно. Вы себя дискомфортно чувствуете? Ну как-то да. А когда я вот вроде хоть накрашусь, хоть не накрашусь, особо как бы не косметика мне особенно не поможет выиграть, да, ни там, ни её отсутствие я не проигрываю от него, да. Причём, когда вот при отсутствии косметики я могу там и обниматься, и целоваться, там, извините, с людьми, и с иконами, да, и мне ничто не мешает, и я могу попасть и под дождь, или там, ну в общем, то есть... С практической части вы решили для себя, что вам удобнее так? Мне так удобно, да, просто удобно. А то, что именно там длинная широкая юбка, как бы, она удобна в том плане, что она длинная, и что, извините за выражение, мне хотя бы люди не заглядывают под юбку, и, соответственно, не идёт вот этой, ну, такой вот реакции, да, ненормальной, вот когда, извините, чужие мужики начинают ко мне лезть. Причём, они же, то есть, понимаете, вот если я, как бы, дома, или там, на даче, да, я могу там хоть голышом ходить, ну, как бы, одна когда, это пожалуйста. А когда я выхожу в люди, ну, вот, я всё равно, если я даже не одела юбку, я могу одеть штаны, просто нормальные, свободные штаны, что тоже, опять же, чтобы не привлекать к себе внимания лишнего, ненужного, иметь возможности для нормальной коммуникации, но при этом без всяких вот каких-то неадекватных реакций. Да, вы делали в одном из своих видео православный показ мод, где мы могли наблюдать вас всё-таки в коротких платьях, достаточно такого, скажем так, открытого типа, то есть вы не пренебрегаете имя. Открытое короткое платье для романтического вечера с любимым человеком, платье хоть и открытое, но скрывает очень несимпатичную фигню, которую некоторые женщины носят на шее на еще более несимпатичном шнурке и называют термином «святынька». Я всегда готов молиться, проститься и не слушать. Я, в принципе, ношу очень много чего, но, в принципе, именно как повседневную одежду, особенно как универсального класса, я вот почему именно одеваю там даже, вот, например, не какую-нибудь там совсем открытую фитюльку, а именно одеваю футболку, да, и вот одеваю юбку, да, там ну, более-менее так длинную, широкую, свободную. Во-первых, широкой просто удобнее ходить, чем узкой. Раз. Два, то, что она, вот если я там где-то присела, в том числе на камушек, у меня хотя бы не будут, извините, видны все нижнее белье и все, что там находится, да. Даже если я вот просто присела на камушек. Так, хорошо, для кого же вы тогда надеваете вот это свое откровенное, короткое платье? Вот это короткое платье, это я в основном исключительно люблю в этом щеголять перед мужем, потому что, ну, муж, он на то и муж. Ну, и вы в нем же записываете ролики, то есть это уже, как бы, и общественность любуется на вас. А это уже ролики, это все-таки не совсем просто вот на улице, да. Это все-таки там тоже вот, ну, мы сможем, соблюдаем определенные какие-то тонкости всякие, да, вот. Потому что я мужу доверяю полностью. Мы соблюдаем тонкости. Во-первых, значит, куда, в какое окошко попадет этот ролик. Во-вторых, именно, как именно находиться в этом платье для того, чтобы не провоцировать со стороны зрителей какую-то вот именно агрессию, чтобы практически... Нет, немножко не то. Потому что, когда мы снимаем видеоролик, то это фактически как на сцене. То есть это сценичный... Ну, это образ такой, да. И поэтому, если мы в таком виде, это, в общем, не обнаженка, это не порнуха, это нормальное платье короткое для соответствующей ситуации. А мы снимали в том числе еще и ролики, касающиеся такого понятия, как супружеское время, которое вот на Западе очень распространено. То есть это когда муж с женой наедине, и никто не фонит, ни дети, ни коты, никто. То есть именно, чтобы друг с другом прокачивали свои отношения. И в православных психологах мы с ними общаемся, они тоже как-то этого стесняются, потому что такой культ многодетности, культ открытости, культ общественности, что как-то в православной психологии большой перекос в сторону от личного. То есть если ты себя не прокачаешь, то ты не сможешь себя уважать, не сможешь уважать ближних, любить ближних. На Западе это поняли, поэтому там как бы и себя уважать, и с собой наслаждаться, себя любить. И в том числе, когда двое, то любить именно свои отношения, то есть беречь отношения. И к теме абортов, опять же, что если из-за того, чтобы сохранить отношения с мужчиной в какое-то трудное время, женщина, допустим, сделала аборт, трудные времена прошли, отношения остались. А если она со своим мужчиной рассталась, а ребенок появился, то отношения с мужчиной пропали, ребенок остался, и ей уже будет трудно кого-то найти. Поэтому оценка трезвая ситуация, именно оценка отношений, то есть мы своими отношениями дорожим, и сняли несколько именно роликов про супружеские отношения. То есть как отношения, это дружба мальчика с девочкой. Вот, и еще как тема язык одежды. Поэтому какая-то вот одежда, в которой я, в принципе, на улицу не выхожу, или выхожу только в каких-то определенных ситуациях, да, то есть уже если в открытом, то хотя бы в длинном платье выхожу, да, или наоборот, да, как-то, ну, скорее всего, в коротком, как правило, не выхожу. А в ролике именно приходится опираться в том числе и на вот такую специфическую одежду, именно пользуясь языком одежды. То есть не только, вот мы словами говорим, мы показываем еще движениями, действиями одежды. То есть мы изображаем сладкую парочку. Да, да. Поэтому Лена там в коктейльном платье. Доброго времени суток! Поздравляем с церковным праздником! Святые память которых в этот день празднует Святая Православная Церковь! Молите Бога о нас! Сегодня мы поговорим о том, как в паре организовать супружеское время, когда некогда побыть вдвоем, потому что работа, дети, коты, учеба, волонтерство и прочая суета. Напоминаю, супружеское время – это когда муж и жена вдвоем, и никто не фонит. Хорошо, вот скажите, пожалуйста, не боитесь ли вы того, что за ваше нестандартное видение, скажем так, вообще религии, веры, Русская Православная Церковь может отлучить вас от церкви? Ну, вообще, вроде не должны отлучить, потому что, а что мы делаем вообще? То есть, во-первых, никакой ереси мы не проповедуем. Мы, ну, вообще, то есть мы сами именно убеждены христиане, и мы дорожим своей церковью, мы дорожим своим вероучением, мы дорожим всем тем, что если бы нас отлучать, то мы должны тогда все отвергать и не дорожить этим. В принципе, за что нас отлучать? Максимум нас могут оставлять без причастия именно конкретные священники. Вот, ну, по каким-то своим соображениям. Да. Что вы думаете по поводу отлучения? Значит, тот момент такой, что отлучить от церкви, это было опасно в Средневековье, когда принадлежность к христианской общине, она имела какие-то материальные корни, что если ты не в общине, то ты ни на земле на этой ни жить не будешь, ни здесь работать, ни вообще тебе здесь ничего не светит. Поэтому, потому что коллективное владение средствами производства, так скажем, было. А сейчас, во-первых, кто отлучит? Просто в каком-то клубе мы станем персонами нон-гаранта. В каком-то христианском клубе. Ну и что, и поем другой клуб. Как раз благодаря этому, мы как раз, если нас откуда-то погонят, значит, мы не будем тратить время на эту тусовку, а потратим время на другую тусовку, познакомимся с другими людьми. Лена там тоже переживала, когда нас из нескольких клубов погнали за наши ролики, за наше мировоззрение, за наши понятые темы неудобные. Да, за неудобные вопросы тоже погнали. И в результате мы попали вот в другой приход, попали в международные христианские клубы, увидели опыт иностранной, православной церкви, как православные живут за границей. Вот есть храм, где последователи священника Александра Миня активно кучкуются. Там, во-первых, красавный дресс-код, флаточка юбочная, он не в моде. Там женщины почти все без платков и их штанах. И плюс большинство из них ездили... Я там тоже без платка хожу. ...по культурному обмену во Францию, там тоже христианская община. И некоторые способы, как там живут, как строят отношения между собой, они переняли. И нам это было очень интересно. А если бы мы сидели в ближайшем храме, в трапезной, пили чай, то так бы сидели и ничего бы не знали. Поэтому любой конфликт, он имеет определенную пользу. Потому что конфликт, он стимулирует на решение этой проблемы. На решение проблемы и поиск каких-то... Поэтому мы как раз считаем, что все проблемы, которые сейчас в церкви есть, они приносят определенную пользу. Потому что не было бы коронавируса, то те проблемы острые, как, например, надо что-то сделать с грязными церковными обрядами, с толкучкой в храме, так бы и не решались еще 10 лет. Или 20, или бесконечно долго. А сейчас, ну, приходится решать. Ну вот, в частности, о храмах. Вот в одном из видео, как раз-таки, где вы показывали ваш православный показ мод, вы сказали о том, что у вас есть удобная жилетка, в которую можно поместить, да, вот как раз она на вас. Значит, все необходимые... Я, кстати, такое тоже часто очень ношу. Да, православные атрибуты. И вы сказали о том, что она вам помогает в случае, когда православные не соблюдают заповедь, не укради. Вы сталкивались с такими моментами, когда в храме, в Доме Божьем, получается, люди нарушают эту заповедь и воруют? Я сталкивалась, особенно в детстве чаще всего сталкивалась. Потому что там у меня украли и молитва слов. Перед ним еще что-то там наворовались. После него потом еще у меня украли, причем обманным путем выманили 17 тысяч, просто как бы тоже послушник чей-то. Другой тоже, вот такой вроде там прихожанин, тоже у меня просто по-наглому украл кучу электроники. Потом что-то там рассуждал про религию, что вот там... А как это происходило? Это же верующий, все такое. Ну, как это происходило? То есть он втирался в доверие и приходил вороватом? Ну, вот эти двое, значит, они втирались в доверие. И, значит, один под предлогом якобы дай вот эти деньги, чтобы я ими тебе мог потом помочь, потому что я тебе там что-то там куплю хорошее, очень там якобы похлопочу за тебя и там закажу тебе облачение, чтобы ты могла пойти в монастырь и именно хорошо, комфортно там устроиться и жить не как говно какое-то, извините за выражение, а как монахиня нормальная. То есть вы с ним знакомились в церкви, и вот впоследствии происходили такие события, когда он обманул. Да, и он обманул, и причем потом, говоря, что якобы он там на какие-то другие деньги, а на самом деле мои деньги же профукал в ресторане, на моих же глазах. Пил абсенты, причем он говорит, нет, ну это у меня еще деньги есть, я вот абсент выпью, а оказалось, что это все-таки из моих денег. И он так и уехал с моими деньгами, сбежал, спрятался и уехал вообще. Понятно. И даже, а вы сталкивались с воровством? Сплошь и рядом. Во-первых, очень, ну сейчас меньше стало, а раньше так и висели объявления в храмах, будьте осторожны, у нас воруют. На эту тему было много разных пародий, что внимание в нашем храме не соблюдается заповедь, не укради, а не действует заповедь, не укради. Случаи такие были, что вот познакомился с молодым человеком, делал ремонт в квартире, он напросился помогать. Помог вроде, да. Потом, когда меня не было, попросился просто домой, что хочу покушать, хочу потом отдохнуть, полежать, у меня живот болит. И там то, что в ящике лежало, ну отложено на текущий расход, там небольшая сумма денег, он это утащил. И, что самое забавное, как ни в чем не бывало, крутился в храме. А мы, когда это увидели, я сразу звонил настоятелю, так-то и так-то. Он говорит, а, это я, он больше мой не духовный чадо, он бывший наркоман, много ли украл, ну прости его. Ну, я когда такое увидел, на всякий случай, ну, как бы гражданскую позицию сразу проявил, потому что, не помню, кто из политиков сказал, что если хотите жить в стране воров, то когда у вас украли из машины магнитофон или обворовали дачу, то не заявляйте в полицию. Мы пошли в полицию, над нами, конечно, полицейские посмеялись, что, типа, нельзя так пускать бокового в дом. Но, когда... А, да, ну, когда написали заявление, он сразу из этого прихода пропал и больше там не появлялся. Но когда мы общались уже с народом в этом приходе, то оказалось, что он уже именно всех так обокрал и по нескольку раз. И никто не догадался, кроме меня, обратиться в полицию. Ну, получается, все действовали согласно православным догматам. Если тебя ударили в одну щелку, то подставь другую. Это не православный догмат, это способ, которым криминалитет, кормящийся возле церквей, манипулирует людьми. Потому что в христианских государствах, где христианский король, христианские все были феодалы, они воров вешали на ближайших деревьях без особых каких-то разборок. И поэтому хотя бы просто из этого исторического факта можно сделать вывод, что что-нибудь не так с этим, с подстановкой правой и левой щеки. Так же сказано, какой мерой не эти, такой мерой и вам отмеют. И так же сказано, заповедь не укради. И если ты правитель, то ты должен тех, кто ворует, пресекать. А если ты гражданин, ты тоже должен помогать правителю христианскому пресекать действия тех, кто ворует. Поэтому с этим мы даже видели еще много таких случаев, что паломничество, там всякие попрошайки такие ходят, пристают, вытаскивают, выпрашивают деньги. И бывает, что их полиция тащит, а он кричит, вот отпустите меня, я нищий, вы заповеди не срушаете, вот бог вас покарает. И бабушки так за него заступают, на ментов, на полицейских, начинают там наезжать, вот отпустите, отпустите, человека божьего, он молитвенник, а он еще там купит подрясник, он даже схему купит. Ну да. А полицейский говорит, да вы не думайте, что он схемник. Он не схемник, он сейчас денег заработал, он потом будет валяться пьяный. Вот в этом переходе и в этом переходе. Подходите, смотрите. Ну, кстати, да. Так что это сплошь и рядом. Криминалитет в храмах очень хорошо прижился по простой причине, что когда люди легко расстаются с деньгами, они не ценят себя и свой труд. Да. А церковь живет на пожертвование. И поэтому, если человек легко... Ну, чем больше человек разводится на то, что отдай свое, то тем больше он на храм разведется. И поэтому священникам как-то даже выгодно вот такое. И плюс, если человек, он работает честно от зарплаты до зарплаты, он свои деньги бережет. Конечно. А если он что-то украл, то у него денег сейчас много, он часть прогуляет, а часть на храм пожертвует. Поэтому церкви чисто материально выгоднее дружить с криминалитетом. Поэтому это такие общественные процессы, которые они есть, их надо оглашать, к ним надо внимание привлекать. Потому что они есть, и чем больше это замалчивается, тем больше возникает именно недовольство не криминалом, а недовольство церковью. К сожалению, да. Потому что почему у вас воруют? У вас же заповедь не укради. Да. Ну вот скажите, как вы относитесь, в принципе, к Старому Завету, в котором описание преступлений можно сравнить с уголовным кодексом, где, в принципе, по сути, большинство преступлений совершалось Богом и во имя Бога. Что вы понимаете? Понимаете, как получается? В те времена был именно рабовладельческий строй, и то, что в наше время считается дикостью преступлением, ну тогда жили все так. Так, ну хорошо. А какое отношение это имеет к Богу? Бог же был тогда и сейчас один? Один, да. Ну тогда... Бог... Было отношение к людям примерно как к вещам. А Бог, Он дает людям свободу. Жить в рабовладельческом строе, в феодальном, в социалистическом, в коммунистическом. И для человека того времени, вот то, что там какой-то город захватили, всех вырезали, это примерно как для современного человека. Вот он открыл шкаф, и там какие-то вещи, которые он уже не носит. Вроде хорошие, выбросить жалко, но ему говорят вот там, домашние, вот возьми и выброси, возьми и выброси, всю квартиру захламил, потому что... или на помойку, или даже в раздачу отнесет, потому что в раздачу... Нет, именно система такая, что как люди мусор, вот чужие какие-то, кого Бог велел там истребить, чтобы самим в этой земле поселиться, так это примерно как современные люди относятся к вещам. То есть это, да, времена были такие жестокие. Но именно ценно в Ветхом Завете то, что какой-нибудь пастух, вот Давид, царь, который был пастух, потом его клан выдвинулся, стал царем. Он... его отношения с Богом не сильно отличаются от отношений с Богом современного человека. То есть чувство к Богу, оно сравнимо с чувством голода, с чувством жажды, с сексуальным влечением. И именно ценность духовной литературы это не в том, что мы должны подражать жизни людей, живших при рабовладельческом строе, а чтобы мы понимали духовный смысл того или иного библейского сюжета. Что там же не только истребляли кого-то, а вот, например, пригласил на брачный пир гостей всех своих родных, знакомых, а они не пришли. Так он взял и велел взять и всех их вырезать. То есть, вероятно, какой-то знатный аристократ, у которого и войско было, пригласил таких бедных родственников, у всех свои дела, он прогнился и всех вырезать. Это действительно была такая практика, что посетить важную фигуру, то есть правитель, это вообще почти бог на земле, откуда царебожники идут, что как в средние века больного ребенка вынести, показать королю, который в Каите проезжает. Это была вера такая, что даже это может исцелить. Но и тем не менее, как вы можете для себя объяснять вот эту жестокость самого бога? То есть, получается, бог эволюционировал в плане морали с человеком вместе? Нет. По прошествию времен? Бог дает свободу. Раньше был таким жестоким, а в Новом Завете уже стал вот таким домом. А в Новом Завете он такой же, потому что, обратите внимание, Иисус Христос не стал ни кормить на промышленном потоке, ни лечить на промышленном потоке, даже не стал справедливым правителем. Да, показал, что это может. Хотя он это может все. То есть, представьте, вот современный правитель, вот сейчас говорит там Медведев тот же, денег нет, но вы держитесь. Вот вышел бы Иисус, сказал, вот я все могу всех накормить, всем пенсию выдать, всем бесплатную медицину, всем все, но я это не хочу, потому что мое царство не от мира сего, я вообще этим не занимаюсь. Но я могу вам все это сделать. Поэтому отношение людей Иисус Христос получил соответствующее. То есть, в Нагорной проповеди он всего-навсего озвучил то, что было известно античным философам. Это отношение, вот любовь к врагам своим, это то, что, ну, например, хотя бы воспринимать людей, которые враги, как людей. Просто как людей, да. То есть, не как потенциальные рабы, не как источник дохода, не как вообще источник мяса, а как тоже они люди. То есть, поэтому тема любви врагов своих, воевать с врагами можно, ненавидеть их нельзя. Да. И военные даже, они не употребляют термин убивать, говорят, вот автомат Калашникова нужен, чтобы поражать живую силу противника огнем, штыковым прикладом. То есть, там не враги, не люди, а там живая сила, как бы, расчеловечение. Что мы не убиваем, а поражаем живую силу. Поэтому есть то, что касается нравственности, это в человеческих отношениях. Но это ни в коем случае не про политику, не про общество, не про развитие. Потому что Иисус Христос царствует не от мира сего, и религия, она не про то, как хорошо хозяйствовать в этом мире. Хотя иногда может и использоваться для оптимизации хозяйства. То есть, если я не буду злиться на кого-то, если я женой не буду ссориться, то мне будет легче вести домашнее хозяйство. Если я буду воевать с врагами, но я не буду озлоблен, то я буду более четко выполнять поставленную боевую задачу. И не буду бояться быть убитым, потому что я действую все правильно, и меня ждет нечто хорошее после смерти. А вот античного человека ему после смерти ничего не ждало хорошего. Что лучше быть на земле рабом, чем в мрачном царстве Аида, царе он. Так, ну хорошо, вот вы увлекаетесь также научной фантастикой. А вот не думали ли вы о том, что история про Иисуса Христа это также фантастика, которая выдумана человеком еще и для того, чтобы как-то манипулировать сознанием других людей? Ну, абсолютно нас это не волновало, потому что это и не фантастика. Это действительно религия, причем одна практически самая исследованная религия. Но от того, что она самоисследованная, это еще не говорит о том, что подтвердили то, что существовал Иисус на самом деле. Ну, а вот даже паре Паскале, вот вы слышали такое, что вот Паскаль говорит, даже если вдруг Бога нет, но я буду жить в соответствии с тем, что Бог есть, я ничего не потеряю. Но если окажется как раз наоборот, что вот Бог есть, а я буду жить, как будто бы Бога нет, я потеряю все. А что именно потеряет тогда? Вот что может потерять атеист? Рай, который неизвестно, есть ли на самом деле? То есть если атеист, он живет по-атеистически, не стремится попасть в рай, но рай все-таки на самом деле есть, то атеисту будет очень плохо, он в этот рай не попадет. А если христианин, который живет так, как будто рай есть, он умирает, а там рая нет, а там что-то другое, то он ничего не теряет. Потому что он, живя по-христиански, он не в ущербе для себя жил. Потому что христианство – это не мракобесие, а это, ну, духовно-нравственная какая-то работа, которая при умелом использовании она не вредит. То есть на Руси, допустим, календарь церковных богослужений и постов, он был очень рациональным, чтобы вести хозяйство. То есть когда мы скотину режем, тогда мы едим мясо, когда ловится рыба, то ловим рыбу, а в церковь мы собираемся все вместе, потому что нет телефона, нет связи. И если вот знаем, что вот такой церковный праздник, то все люди соберутся и встретимся, будем торговать, будем заключать какие-то договора. То есть христианская жизнь правильная, она человеку вред не наносит. И мы вот по себе это хорошо видим, мы, ну, ни в чем не жалеем. Абсолютно ни в чем. То есть, ну, в храм прошли, ну, нам там хорошо. Да, мне нравится. Хорошо, но мы же не можем говорить о существовании, реальном существовании этого бога только по тому параметру, что она не наносит вред. Вот вы наверняка слышали, допустим, о такой религии, новомодной, скажем так, новодельной, как церковь макаронного монстра. Наверняка у них тоже есть какой-то свой особенный рай, место, куда человек попадает, согласно их догматике, после смерти. Почему же тогда вы считаете, что нужно отдать предпочтение именно вашей религии, а не верить в макаронного монстра? Мы никому ничего не агитируем, никому ничего не навязываем. Но для себя лично, вот почему вы делаете выбор в пользу именно православия? Для себя, потому что мы это знаем. Да. Откуда вы знаете? Мы эту религию знаем, мы эту религию изучаем, она нас устраивает. Если кого-то устраивает макаронный монстр, ну мы за него очень рады. Да. Мы можем сказать максимум аргументацию в плане того, что Библия, она более достоверный источник, чем Бхагавадгита. Потому что с момента написания, с момента событий до написания первого, дошедшего до нас писенного источника, ну, более короткий промежуток времени. Именно у Библии. А Бхагавадгитау какой большой там? Да. Для нас самое главное – это религия в целостности, а не какие-то моменты из жизни Иисуса Христа. Потому что, например, нельзя до сих пор сказать, вот плотник он был или каменщик. Потому что тот термин, который употребляется в языке древнем, он означает типа строитель, что-то строитель, как бы общее понятие. Там вроде как дома из камня строили, но мог быть каким-нибудь краснодеревщиком. Потому что, когда строили храмы, как Человек Завета, то там из дерева тоже что-то делали. Поэтому вот многие моменты из жизни Иисуса Христа, они неизвестны и никогда известны не будут. Но мы верим не то, что в какой-то определенный момент, а мы верим в... То есть, вернее, мы на веру принимаем догматы. Догматы, да. То есть вероучение в комплексе принимаем. Комплексное вероучение. Да. То есть именно не то, в какой-то конкретный момент, когда Иисус Христос родился, и таким ли он был, или немножко другим, а верим именно в комплекс, в религиозную систему. Принимаем ее на веру, ее знаем, ее используем и глядем ее чистоту. Ну, может быть, тогда стоит и в макаронного монстра поверить, для того, чтобы вдруг, если после смерти есть рай макаронного монстра, чтобы в него тоже попасть. А почему вы считаете, что макаронный монстр там чего-то как-то... А пусть кто в него верит, тот в него верит. Но вы же говорили о том, что ничего не теряет православный, если вот он верит, то есть он еще и выигрыш от относится. Так, православный не теряет, если он верит в свою веру, в Иисуса Христа, правильную, а там окажется что-то неправильное. А если я поверю во что-то неправильное... А откуда вы знаете, что он не теряет? Если я поверю во что-то неправильное, я потеряю все. А я применю критерий достоверности религиозного учения, такой, что вот христианство за две тысячи лет не изменилась догматика. Абсолютно не поменялось ничего. А сколько лет этому макаронному монстру, это всего ничего. Так, хорошо, но есть религия более древняя, допустим, как христианство, и наверняка вы как люди, которые изучали Библию, изучали... Но есть ислам, немножко помоложе. Ислам помоложе. И знаете, что христианство пошло, в принципе, из-за иудаизма. Да, вот как вы к этому относитесь? Ну как, ну, была такая религия. Мы даже можем знать, можем даже сказать, откуда какой обряд и какая традиция в христианство перешла. Именно из иудаизма, ну, есть. Из существовавших на тот момент религий. Можем даже сказать, какой православный русский праздник позаимствовал традиции какого-то языческого славянского праздника. Но это ничего не меняет, потому что зачем мы должны менять свою религию, которая нас устраивает? Да, вот именно. Это как, например, ну вот есть у меня вот телефон. Он меня устраивает. У кого-то телефон более навороченный. Но меня-то устраивает вот этот телефон, я ему умею пользоваться. Я по нему звоню, так и в религии. То есть наше религиозное мировоззрение нас устраивает. И даже есть какой-то там... Да, нас устраивает. Вот когда мы с Леной только познакомились, нам тоже говорили, а зачем вам жениться, давайте монаши-то принимайте, это намного круче. Мы говорим, а зачем нам это надо? Ну вот вы говорите о том, что христианство не наносит вред. И в то же время всю историю религиозную мы знаем о том, что христианство как раз-таки очень много вреда нанесло человечеству. В том числе сейчас мы можем говорить уже по прошествии времени о таких сохранившихся артефактах, скажем так, того ужаса, который творило православие. Это в частности монастырские тюрьмы. Вот расскажите, как вы к этому относитесь? Ага, знаем. Ну, начнем с того, что такое монастырь. Значит, монастырь – это крупный хозяйственный объект. Монастырь – это место, где была возможность человеку получать образование, заниматься наукой и искусством. То есть попасть в монастырь – это вообще-то было… Это было очень престижно. То есть это было безумно престижно, безумно круто. То есть есть какая-то еще там война, то за монастырскими стенами будешь пережидать. Поэтому есть… То есть, да, то есть как в качестве наказания в монастырь ссылали, это, ну, примерно как в сталинский лагерь. То есть из какой-нибудь деревни, где там глохнущий колхоз, где там по три колоска вытаскивают, человека везут куда-нибудь на Колыму, где строится металлургический завод, и он там получает специальность, например, водителя. И через… Он там получает зарплату, он там получает специальность, и он спустя 10 лет возвращается в свою деревню, и уже не абы кто, а уже со специальностью. Поэтому ссылку в монастырь – это тоже момент очень неоднозначный, где лучше – в монастыре или там, где он был. И такой момент. В феодальных государствах, когда ссылали какого-то знатного человека в монастырь, то как его фактически взяли, отставили от политики, дали ему возможность заниматься религией, наукой, или, ну, немножко, конечно, ограничили, но в противной ситуации его бы просто убили в те времена. Ну вот в монастырьских тюрьмах, в том числе и казнили людей, и путали. Мы сейчас говорим не о людях, которые в монашестве живут, а о людях, которые находились именно в тюрьме в заключении. Так, в заключении, кого-то не убили, а отправили в монастырь, там его моют голодом, там от него требуют, например, отречься от власти или перейти на сторону другого феодала. Ну, вот если так, то надо всегда сравнивать, а какая альтернатива. То есть альтернатива такая, или его отправили в монастырь, где ему можно, в принципе, возможность смириться, убавить какие-то свои амбиции и жить. И перестроиться, да? Да. Или его просто убьют. Что если там к нему какой-то насилии применили в монастыре, то вне монастыря насилие тоже применено, было бы без проблем. Гораздо больше, да. Ну, а вообще, как вы относитесь к тому, что инаковерцев и людей, у которых было другое мнение, их, в принципе, в то время уничтожали, физически уничтожали. Феодальный строй, политические разборки, и в это втянута религия, использовалась активно. Это имеет отношение к Богу или нет, по-вашему? Ну как, Бог дает людям свободу жить. Хотите жить феодальной раздробленностью, хотите, давайте, возвращайтесь к рабовладельческому строю, хотите, строите коммунизм, хотите, строите капитализм. Бог дал людям свободу. Бог вмешивается только в какие-то критические ситуации и чисто сугубо индивидуально, потому что задача Бога – это что будет с человеком после того, как наступит смерть мозга. Так, хорошо. Вот в православном богословии есть такой догмат, что демоны не могут употребить насилие ни над одним человеком, если Бог не попустит им. Получается, Бог всё-таки жесток? Ну, во-первых, понятие жестокость человеческое и милосердие человеческое, оно отличается от понятия, от тех же понятий, какими оперирует Бог. Потому что человек, он себя мыслит, осознаёт в рамках своей текущей жизни в теле, а Бог человеческую жизнь мыслит не только в этом, но и гораздо за больший период времени. То есть после смерти, до того, как будет дано преображённое тело, и человек воскреснет, и после этого. Мы даже до этого не можем себе представить, то есть мы как бы общие черты знаем примерно, что там будет, но представить себе, какими мы будем в Царстве Небесном и какими мы будем в преображённых телах, и какие вообще эти преображённые тела у нас будут, мы представить себе не можем в принципе. Это всё равно, что себя представить какими-нибудь там дельфинам, а как мы будем существовать, когда у нас там включится эхо-локация, и когда у нас будут другие конечности, и вообще другое восприятие тела. То есть мы себя вот даже представить так не можем, а Бог может представить себя, как мы будем чувствовать в другом теле. Поэтому нравственные качества Бога они совершенно другие, и нельзя здесь делать такую подмену понятий. Милосердие Божие и милосердие человека. Милосердие человека – это там дать каких-то материальных ценностей и развратить в результате человека. А милосердие Божие – это он смотрит, он видит душу, видит, как можно этого человека прокачать в текущей жизни, чтобы он после смерти мозга еще прокачался, и потом, когда ему дадут новое тело, то он вообще оказался самое лучшее, что только можно было. Но в то же время… Дело вы имеете в виду в раю, или вы говорите… В раю, да. И принципиальный момент, что человеческая свобода, что ценится человеческая свобода и насильно как-то отштамповать, чтобы всем в раю было хорошо, нельзя. Это та же тема, как вот тогда гипноз только придумали, решили, а давайте вот сейчас всех детей загипнотизируем, чтобы они хорошо учились и хорошо себя вели. А не получается. То есть у Бога примерно то же самое. Человеческая свобода, она действует очень сильно. То есть человека можно как-то садить в тюрьму, но он в этой тюрьме, конечно, мировоззрение сменит на что-то, но он может, например, заняться аскетикой, а он может, наоборот, озлобляться и ненавидеть окружающих. Да, может так озлобиться, что вообще прям… И всё, что только можно ненавидеть. Это точно. Ну вот как у вас сочетается вот это стремление к научному познанию мира, в том числе с архаикой, вот этой религиозностью? Религиозного мышления, да? Да, потому что вы говорите о том, что для вас догматика является, скажем так, вы основываетесь на том, что догматика является правдивой, потому что ей там 2000 лет, но почему-то вы не можете представить себе, что на протяжении этих 2000 лет человечество могло просто ошибаться. В том числе история нам показывает, что по многим вопросам сейчас, с развитием той же науки, мы приходим к выводу, что человечество во многих вопросах могло ошибаться. Почему вы сейчас так не можете подумать? Ну, вообще я могу сказать вот что. Абсолютно без проблем всё это сочетается, и друг другу не мешают абсолютно. Потому что абсолютно вообще разные епархии у науки и у религии. И они никак не пересекаются. Они могут, может, в некоторых местах просто соприкасаться как-то. Но опять это соприкосновение... Разный предмет познания называется. Ну да. Ну и вообще не конфликтуют абсолютно. Так же, как можно знать физику, где все тела имеют размер и массу, и математику, где всякие материальные точки, бесконечные, прямые, так и наука и религия. То есть наука — это мир материальный, религия — это мир духовный. Иногда бывает граница, довольно размытая между миром науки и миром религии, где там какая-нибудь биоэтика, но там, возможно, разные такие очень интересные моменты, где можно что-то проанализировать, в чём-то поразбираться. Чем больше наука развивается, соответственно, тем меньше область действия религии. Но область действия религии всё равно в ноль не уйдёт никогда. Не уйдёт никогда, конечно. Потому что из мира мёртвых всё равно никто никогда не вернётся. То есть если смерть мозга наступила, то эксперимент такой не произвести. Ну и душу, или ангела, никакими приборами можно элементарно никогда не поймать. Да, даже если кто-то там что-то такое наловит, он не сможет объяснить, потому что нет таких терминов в нашем языке, какие понятия есть в загробном мире. Поэтому совершенно разные области. Поэтому сочетание науки и религии это всем показано, так же как сочетание знаний по математике и по физике. Можно даже знать математику, физику, можно даже ещё увлекаться русской литературой, к примеру. Да, просто. И изучать мотивацию каких-нибудь героев Достоевского. Ну вот в заключение хотелось бы спросить, не думали ли вы о том, что когда-либо вы можете разочароваться в религии? Ну, может быть, только в самом начале, только на пути к ней. У меня были такие мысли, но это было давно и неправда, когда вот последний раз отслучалось. Потом уже никогда не было таких мыслей, потому что обычно мы, да, разочаровываемся, но не в религии. Мы можем разочароваться или в каком-то лице, или в каком-то именно конкретном заведении, да, в каком-то клубе, или в какой-то, в каком-то храмике, в каком-то батюшке, да. Но не в религии как таковой, потому что религия или просто отдельно её какой-то пользователь, это две большие разницы. Разочароваться как-то даже невозможно, не представляю для себя такое, потому что, чтобы разочароваться в чём-то, надо иметь какой-то конфликт, ожидания и реальности. А такого у нас нет. А этого у нас нет, да, конечно. То есть конфликты возникают с какими-то конкретными персонажами, в какой-то конкретной ситуации, но именно... Но даже с человеком мы могли поссориться и опять не явился. Именно религиозное мировоззрение даёт возможности в своей области конфликты разрешать. То есть мы с каким-то священником поссорились, мы с ним тут же, когда меримся, мы говорим, ну хорошо, мы не будем к вам ходить, чтобы вас не подставлять, потому что на вас же будут носить доносы, что к вам ходят платочки, которые якобы за аборты. Хотя он всё видел и понимает, он говорит, да, ну приходите как-нибудь. Вот он там даже... Мы чувствуем, что он начинает пытаться и тем услужить, и тем услужить. Но мы прекрасно понимаем, что он человек, что он, да, работает. Его снизу подсиживает, кто его там алтарник, сверху там... ему надо перед настоятелем выслужить, чтобы продвинуться. Или перед епископом. Перед епископом тоже следить, чтобы тебя не скинули. Потому что мы живём рядом с храмами и иногда стараемся ещё и где-то так потрудиться во Слово Божие, чтобы лучше познать церковную жизнь. Например, перед Пасхой помыть что-то. Я как компьютерщик тоже часто помогал. Сколько уже компьютеров переремонтировал, бухучёт наладил. Это просто, чтобы именно почувствовать... Ну, это изначально древний принцип, когда вот живёт какой-то аскет-монах, хочет послушник также учиться мудрости, монашеской жизни. Ну, ему говорят, ну, строй рядом тоже свою келью, смотри, как мы здесь живём. И поэтому мы смотрим на то, как люди живут, представляем. Ну, как бы мы не видим, что эта жизнь какая-то уж очень сильно омерзительная. Мы видим конфликты, мы видим нехорошести, но мы тут же видим и способы, как это разрешается. Да. То есть видим, да, подсиживаются. Ну, нужно учиться, конечно. Но также, чтобы не подсидели, можно сделать так, можно сделать так. Да. Можно, например, даже себя снять сам, как охлобыстин тот же, когда вот конфликт, и остаться священником. Можно вот как киберпок сказать, что, ну, я остаюсь мирянином, но вы меня из священников выперли, вы мне создали такие условия, что я не могу работать. Давайте тогда я останусь мирянином, пойду учиться на психолога. Мы вот в церковь не лезем. Когда Лена там начинает спросить, схочу на клир, схочу в цирконный хор петь, я говорю, не надо, потому что только тебя потопчет. Зачем тебе это надо? Да, позаниматься немного цирконным пением, а там хоть трава не расти. Поэтому так подпевать чуть-чуть. Так вот и живу, как последний раз. И ладно. А так видели, и как настоятелей скидывали, просто буквально мирянки бабушки, там поклёп один данный, якобы написали письмо коллективное от прихожан, что не хотим, чтобы здесь было подворье другой епархии, а хотим, чтобы было под московским патриархом. А в результате скинули настоятеля. Да, настоятель ушёл. А когда там потом начали спрашивать, а что, мы говорим, да мы все наоборот за мордовское подворье, потому что к нам целый митрополит тогда приезжает, мордовский. А патриарх к нам фиг приедет. Вот-вот. А вот смотрите, как тогда получается, в стенах храма кипят страсти человеческие. И Бог ничего не делает для того, чтобы убрать вот эту дискредитацию самой религии, веры в глазах, в принципе. Делает. Да. Что он делает? Во-первых, возможность познания богословия. То есть христианское богословие – это вообще такой источник знаний и научных вообще… То есть вообще такой источник, где действует логика и где действует причина-следственные связи, какого нет в какой-либо другой религии. Например, какого не было у каких-нибудь античных греков. Но если мы посмотрим на античных греков, то у них и боги друг с другом постоянно конфликтует, постоянно друг с другом враждует, боятся за власть, боятся за влияние людей. Но вот вы как считаете, эти боги были на самом деле? Или это просто… А мы таким вопросом не задаёмся. Потому что критерий религии – это мы принимаем на веру догмат, что вот бог, он вот такой есть, какой он есть. Вот признаём также канон книг священного писания, то есть первоисточник событий, какие тогда были. Мы проверить не можем. Ну а вот как вы тогда можете рассуждать о рациональности мышления, если при этом вы говорите о вере и о догматике? Так же, как любой математик, у которого есть понятие аксиома. То есть аксиомы мы принимаем на веру на основании того, что мы считаем. Вот пусть через две точки можно провести одну прямую. И будем всю нашу геометрию эвклидову считать на основе, что плоскость. А если через одну точку там несколько прямых, то это уже будет другая геометрия. Поэтому для каких-то своих целей познавательных останавливаемся, выбираем догматы христианские. Мы себя считаем христианами. Мы в это верим. Оснований, чтобы разочароваться в христианской вере, мы не имеем. Если что-то на самом деле как-то не так, ну поживём, потом помрём, нам дадут более разумное, более совершенное тело с процессором биологическим нового уровня, и тогда там с другими органами чувств, тогда мы сможем продолжать познавать Бога, познавать христианскую веру. То есть мы вот воспринимаем христианство, это не то, что нас ограничивает, то, что нам мешает, а то, что нам задаёт направление нашей мысли. И в то же время, если нас пытаются какой-нибудь софистикой закрутить, что типа вот там кому-то что-то в медитации появилось такое, вот там что-то очень логично предположить, вот это, вот это, вот это, мы говорим, у нас вот такая христианская картина мира, и мы будем на то, что появилось этому человеку, смотреть с нашей христианской картины мира. И увидим, что с религиозной точки зрения это может быть там какой-то самообман, с научной точки зрения это может быть явление ложной памяти, с культурной точки зрения это может быть творческая фантазия. Ну вот всё, что вы сейчас описали, к религии, к вашей вере, вы не можете обозначить, например, сказать о том, что ваша вера – это научная фантастика, либо ещё какая-то... Наша вера основана на догматах. На веру мы принимаем догматы, а на догматах строится вся наша религиозная мысль. А не на том, что сказал какой-нибудь батюшка. А очень многие именно строят своё мировоззрение, что сказал какой-то батюшка. И мы считаем, что это плохо. Хотя они тоже себя называют христианами, хотя они тоже крещённые, и мы с ними дискутируем на тему, что... А вот... Причём ведь догматика же – это учебник догматического богословия сослаться, это тоже как-то не очень считается прилично. Поэтому у нас есть первоисточник – Библия. А догматика, она ссылается, в свою очередь, на Библию. И поэтому, когда с нами кто-то спорит, давай нам ссылайся на Библию, мы так же отвечаем из Библии. И это интересно. Да, это очень интересно и круто. Вот когда стояли свидетели Иеговы, там призывали почитать Библию, мы с ними очень часто, так по часу можем постоять, пообщаться. Ну, раз не смущает, что Библия, в принципе, написана людьми, да? Нет, конечно. Мы даже знаем, как она была написана, что на собой, где собрались представители христианских общин из разных мест, определились, во что верим по основным моментам. То есть, ну, основной предмет религии – это божество, загробная жизнь, там какие-то, ну, вот ещё, может быть, там, человек состоит из души и тела. Надо было подобрать письменный источник, авторитетный, который будет этому соответствовать. Поэтому на то, чтобы войти в Библию, претендовало несколько апокрипов. Например, такая там книга «Пастырь Ерма». А, «Пастырь Ерма»? Да, там это притча о башне, камне, какие подходят для строительства, какие люди больше подходят для Царства Небесного. Ну, то есть, как бы, книга мудрая, но там было учение о том, что перед вторым происшествием Иисуса Христа будет тысяча лет такая религиозная страна, где христиане будут при власти и, в общем, будет элита такая. Но церковь, но общину посмотрели и решили, что у нас нет такого вероучения. Хилиазм, вот это, то есть, учение тысячелетнего Царства Христа, признали ошибочным. Да, конечно. Как раз вот Сергий Романов, захвативший монастырь, его ошибочным не признает, он как раз верит, ну, по крайней мере, излагает такие мысли, как и многие старцы. Потому что книга-то, она умная, полезная, нравственная, но христианское учение, оно определило, что всё-таки мы верим немножко в другое. И так была написана книга, называется «Канон книг священного писания». То есть, были разные отрывки рукописи, то есть, это не голубинная книга, которую Рейх нарисовал, которая с облаков свалилась, огромная, её никто вместить не может, прочитать никто не может. А это конкретный научный труд первых христианских мыслителей, которые собрались на научную конференцию после того, как христианство стало допустимой религией. Но вот вам не кажется мракобесием верить в рукописи древних людей? Нет. Это письменный источник. Это тогда будет мракобесие, любая археология, любой источник оведения. Тогда всё подряд будет мракобесием. Потому что если Библия мракобесие, то почему не мракобесие, слово о полку Игорева? Хотя от написания Евангелия, от событий до Евангелия, дошедшего до наших времён, больше, чем слово о полку Игореве. А вот повесть о Мамаевом побоище, откуда мы знаем про Челубей и Пересвета, на чём вся патриотизм строится, это сто лет прошло. Это даже больше, чем... Это даже менее достоверно, чем рассказ правнучки ветерана о какой-нибудь Курской битве. Вот повесть о Мамаевом побоище. Поэтому Библия, она как научный источник, она очень даже себе ничего. Поэтому если отвергать Библию, тогда надо отвергать тем более всё остальное. Но самый главный вопрос – а зачем? Да, вот именно, зачем? Вот у меня к вам заключительный вопрос. Для чего вам нужна религия? Вот для вашей конкретной жизни. Интересно и полезно. Интересно, полезно, приятно и вообще вот... То есть с ней качество жизни получается значительно выше, чем без неё. По крайней мере, вот особенно для меня. Интересно, полезно. Денег не приносит. Опять же, славы не приносит. Ну, может быть, там знание религии немножко лайков, комментов добавляет в блоге. То есть практическая цель, ну, очень, ну, небольшая. Почти ноль. То есть лайков будет, чуть-чуть дизлайков больше будет. Непониманий больше будет. Где-то там скажут, что возьмут интервью, скажут, что мы интересные, а где-то скажут, что мы наоборот плохие. То есть практической пользы немного. То есть ближе всего, если с мирской точки зрения на это смотреть, это как хобби. Ну, можно сказать, да, как увлечение. Но для меня вот вообще вот церковь и именно богообщение, любая форма богообщения, для меня это самый лучший антидепрессант. Вот лично для меня. Ну, так же, как кому-то почитать книжку, сходить в гараж, поремонтировать какую-то там машину 920 года. И я вот когда вот... Практически цель никакой, но... И, понимаете, и когда вот я вот прихожу в храмы, и тем более там монастырь какой-нибудь, на какое-нибудь богослужение торжественное, я там действительно очень так хорошо, качественно отдыхаю. Вот. И тогда уже, как говорится, хоть и... Ну, хотя бы легче соображать, что-то делать. И даже вот во время карантина, когда я приглашала к себе аж два раза одного священника, и причем вот вроде Коля не хотел, чтобы я его приглашала, и там у обоих какой-то депрессия был, только батюшка к нам зашел, буквально только к нам прикоснулся. Депрессии как рукой с него никакой депрессии, все классно, у Коли столько всяких мыслей, именно оптимистичных, умных, потому что в принципе-то он сам человек очень умный, вот, и все. Ну, вот, вроде как-то всегда привык надеяться на свои силы, но иногда надо вот опираться еще на кого-то. Мы друг друга дополняем. Лена, она любит именно присутствовать в храме. Мне, например, больше нравится богослужение смотреть по телевизору. Что я за столом, я смотрю, я наблюдаю, я лучше вижу там и лиц, какой где священник, и что кто делает, и там даже наблюдаю за переводчиком, плюс комментатор как комментирует. Ну, мне действительно нравится именно присутствовать. Лена любит именно в храме толпиться. Я поисповедаться, причаститься очень люблю. Я вот, для меня все-таки это важно. Я пока не готова от этого отказываться, я не переросла. И один и другой способ проливиозности, он, кстати, допустим, сейчас как раз в связи с коронавирусом практика смотреть по телевизору богослужения, она приобретет большой плюс, например. Ну, в принципе, да, проживется, но я думаю, что... А толкаться в храме, там на одной ноге стоять, когда меня там толкают, здесь не стой, передвинулся, мне там другая бабка говорит, здесь не стой. Мне просто это неприятно. А, ну, это проблема встречается, да. Ленка, она более наглая, более такая, а мне больше нравится, когда люди друг к другу относятся уважительно. В общем, в дальнейшем вы будете по раздельности проводить, когда ты скажешь о том, что... Нет, мы всегда вместе, мы договариваемся всегда, потому что это именно... То есть, если он как бы хочет онлайн посмотреть, ну, я... Именно идем на компромисс тогда, потому что отношения – это то, что надо очень сильно ценить. Поэтому где-то Лена... А, да, а мне хочется в храм, ну вот, ну что вот, я какое-то время, да, повоздерживаюсь, но потом вообще неизвестно, что можно от меня дальше ожидать. Поэтому все-таки иногда лучше меня просто пожалеть, ну, сходи ты, Лена, в храм. Вот, честно, практически. Вот, как говорит, желтали свой голод и все. Я сходила и все, а дальше уже делай со мной что хочешь. Тоже мне хорошо и все. Вот, например, практически можем, как договариваемся. Ну, например, на буднях, когда я какой-то работой занят, Лена там ходит и следует в храмы, где там у нас дорога протоптана, ходит там, исповедуется, встречается там, с подругами набалтывается. Ну, как бы ее дело. Если мы идем вместе, я реже в храм хожу, реже потребность у меня, то тогда, значит, Лена под меня настраивается, потому что если я в храм собрался, то, значит, мы пойдем в какой-нибудь храм и желательно в какой-нибудь поинтересней храм. Ну, например, храм Косьмая Дамиана, вообще храм удивительный. Во-первых, он универсальный во всех отношениях. Поэтому даже вот в будние дни я стараюсь как раз им не злоупотреблять, я его берегу для нашего совместного посещения. Я могу в него, в принципе, пойти в любое время, но я его берегу. Я хожу в дополнительные храмы, да, вот как бы сейчас получается там с некоторыми, с этими храмами, которые рядом с домом, очень так все сложно, но я в них, в принципе, как бы хожу. Если вдруг мне там отказывают, не причают, я иду там в следующий какой-то храм. Ну, вот, ну, то есть у меня есть несколько храмов, которые я вот посещаю просто вот так сама, да. Вот, я и в Сретенский вот тоже в монастырь люблю ходить, потому что там очень интересные монахи. Они, во-первых, и они красивые очень, они добрые, вот. А я вообще очень люблю священников, и разных, и многих, вот. И даже вот, там даже когда вот, ну, Коля, когда даже говорит, что вот там мне какой-то священник там не нравится, или там еще что-то, а я говорю, да, вот здесь и здесь он сказал неправильно, да, вот здесь и здесь он ошибся, там делает что-то не то. Ну, в принципе, там сам священник мне может оказаться все равно симпатичен. Вот, часто вот у нас бывают такие разговоры, вот, заходят про них священника. Часто практически, кто что любит. Мы вообще стараемся вместе ходить всегда там, и там Лена со мной ходит в магазины инструментов, я там в магазине одежды, поэтому я разбираюсь в бюстгастерах, а она разбирается в какой-нибудь там, какая-то цепь лепилы подходит. Друг друга поддерживать. Хорошо, спасибо вам большое, ребят, за эту интересную беседу. Спасибо за то, что дали возможность узнать вашу историю и узнать вашу точку зрения. Спасибо вам, всегда рады. Большое спасибо, очень вам благодарны, что вы нас пригласили, что вы подарили нам свое время и поговорили с нами. И очень хочется с вами сотрудничать и дальше. Ну, настолько, насколько вы хотя бы окажетесь в ресурсе, мы очень будем благодарны вам. Всегда открыты к общению. Мы общительны, рады всем людям, в том числе и инакомыслящим, и ином веры, готовы общаться, если, конечно, удается получить объективный диалог. Причем, кстати, с хорошими, грамотными иноверцами тоже я стараюсь общаться, не упускать возможности, потому что я мечтаю научиться религиозной терпимости. У меня с этим пока очень тяжело, но я хочу научиться. Ну, и со своей стороны могу сказать, что, на мой взгляд, у вас очень хорошо это получается, поэтому нет. Всем зрителям, если к нам зайдут на наш YouTube-канал, всем ответим. Принципиально отвечаем всем. Хорошо. Просто дело в том, что очень мало иноверцев, которые умеют вот эту зачаточную веротерпимость, у меня вытащить на свет, что, оказывается, Лена, смотри, что у тебя какое есть, какое богатство. К сожалению, очень мало таких иноверцев. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо большое. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok